переживали обе, но, видимо, техника чувствует страх, как животное, и поэтому что-то произошло, и мы вынуждены вот так вот. В общем, я не уверена, что я сегодня супер нужна, но буду все равно стараться модерировать, собирать все ваши комментарии, поэтому пишите, ну и расскажем, я думаю, уже лучше в конце, не в самом начале, вам про то, что у нас есть релевантная, классная программа, просто тогда отложим это немного на потом. Ну что, давайте тогда оперативно приступать, вот вы сейчас видите демонстрацию экрана Яны, вот, будем знакомиться с профессией и, собственно, особенностями. Боже, люди заходят и заходят, это супер. Всем привет! У меня вопрос по организационному моменту, можно ли я как-то, почему-то я не шерю, не вижу своей стрелочки? Стрелочку мышки? Слушай, как будто бы на демонстрации ее и нельзя видеть, но если она очень нужна, мне кажется, можно откатываться в интерфейские ноуты и показывать там. Ну, давайте тогда до планировки дойдем и расскажу пока. Меня зовут Яна Брюхнова, я архитектор и дизайнер интерьера, фаундер своего бюро Монодизайн. В этом вебинаре я расскажу вам на примере своих работ удачные и неудачные решения в планировке. Расскажу вам, как можно уже сидя в своей квартире сделать какие-то решения по планировке, как акцентировать на чем внимание, расскажу про какие-то свои смешные, сложные ситуации, которые мы пытались разрешить заказчиками. В общем, приступим. Дизайн интерьеров. Что вы это вообще-то такое, для чего это необходимо и почему дизайн интерьеров отличается от продакт-дизайна? Как, возможно, вы знаете, возможно, нет, но продакт-дизайн это разработка какого-либо предмета. Это разработка светильника, зубной щетки, возможно, разработка камышки, блокнота, любого предмета, дизайна, посуды, ложки, чего угодно. И все это мы вписываем потом в свой интерьер и делаем дизайн интерьера. Интерьер – это проектирование пространства, распределение зон или сценариев. Почему сценариев? Потому что каждое пространство, будь то жилое пространство или коммерческое пространство, очень важно сделать сценарий и продумать за любое проживание, любого заказчика уникальный подход. То есть, если мы делаем для жилого пространства, мы думаем о том, как там будут жить группы людей. Это либо маленькая семья, где есть один ребенок, либо это уже пожилая пара. Для них абсолютно другое будет пространство. Возможно, мы разрабатываем с вами магазин и придумываем пространство и сценарий для конкретного магазина, где у нас заходят клиенты, где у нас встречает персонал, где у нас находится ресепшн, где у нас, возможно, гости заходят в уборную, а если это ресторан, то как они сидят за столом, где мимо проходит персонал, как они не врезаются друг в друга. И дизайн интерьера как раз-таки есть то самое удобство, где продумываются все детали, все нюансы за счет пространства. Нам дают пространство, в котором мы проектируем наше будущее чадо. Здесь мы разговариваем в этом вебинаре именно про проекты, которые вы можете сделать для своих заказчиков. Поэтому я больше буду рассказывать о взаимоотношениях дизайнера с заказчиком, нежели чем вы будете делать для себя квартиру. Если вы делаете квартиру для себя, представьте себя на месте заказчика и задавайте ему себе все те же самые вопросы, которые я буду проговаривать. Возможно, вы купили себе квартиру, или ваши родители купили квартиру, и вы хотите прослушать этот вебинар и сделать планировку. А потом, возможно, ее реализовать и сделать прям настоящий проект с отделкой. Возможно, вы дальше пройдете обучение в этом курсе. Я не знаю. Но в любом случае, я готова вам помогать, подсказывать, отвечать на ваши вопросы, чтобы вы сделали первые шаги к этому. На этом слайде я показываю примеры жилого и коммерческого интерьера. С левой стороны – это квартира на Бауманской, фотография уже реализованного конкретного проекта. И с правой стороны – это бутик «Тотосветерс». Он находился на патриарших водах, пока не закрылся. Разница в этих историях. С левой стороны заказчик вышел на меня, сидя в ресторане, позвонил, сказал, «Яна, мне так нравится проект, в котором вы сделали интерьер, можно мне такой же?» Я говорю, так давайте встретимся, конечно, обсудим. В итоге он делает квартиру, не ресторан. И выяснилось в процессе, что ему просто понравилось огромное количество натуральных материалов. «Он любит вино». И как-то в эту всю историю надо вписать семью, маленького ребёнка, жену, быт, друзей и сделать ему проект постоянного жилого пространства, где он будет жить. Это будет не квартира выходного дня, а это будут постоянные квартиры. То есть сценарий абсолютно отличается от любого ресторана. Это абсолютно другая планировка, это абсолютно другое внимание, это абсолютно другая эргономика. Всё складывается иначе. И с правой стороны магазин «Петонсветерс», где всё продумано, сделано быстро. Это коммерческий проект. Здесь участвуют сроки аренды, оплаты. Здесь важно подсветить сам продукт. Здесь важно… Здесь не говорим мы про уют, про то, как мы будем жить, про то, как заказчик будет просыпаться, умываться. Здесь горят сроки, горит проект, все заказчики бегают, потому что это любой коммерческий проект, а здесь ещё и патриарши, высокая аренда. То есть два разных проектирования, два разных подхода, два абсолютно разных сценария жизни этих проектов. Различия работы над коммерческими и жилыми проектами очевидны. В коммерческих проектах, как я уже говорила, высокая скорость проектирования, аренда помещения, высокая скорость реализации, контроль подрядчиков и выезда на производство, частое присутствие на площадке и возможность самовыражения. Что я имею в виду под возможность самовыражения? В коммерческих проектах вы можете проявить себя как угодно. Вы можете сделать вообще суперяркий проект, какой-то, не знаю, полностью розовый, полностью голубой, выразить себя через этот проект и подсветить продукт, который будет продаваться в этом проекте. Или сделать в ресторане еду так, чтобы она на фоне вашего интерьера была ярче, сочнее, например. И тогда очередь стояла в ваш ресторан, и все вас отмечали, какой у вас крутой интерьер ресторана. Отличие жилой площади – это тоже есть свой почерк. Вы тоже оставляете свой почерк обязательно в квартирах, в жилых пространствах, в домах. Но вы не можете сильно здесь раскрыться, так как человек не будет жить в полностью розовых стенах, а может быть и будет, это какое-то будет исключение, он захочет полностью в фиолетовых стенах. Но чаще всего это теплые оттенки, человек хочет приходить домой, он хочет отдыхать, он хочет расслабляться, он хочет переключать свое внимание с работы, с тех же самых ресторанов, с тех же самого офиса, на что-то более свое, деликатное, где будет он один наедине в своем пространстве, разработанного только под него. Поэтому здесь есть больше времени на проектирование, заказчик никуда не торопится. Да, он хочет поскорее заехать в свое пространство, но он понимает, что есть большие, мы заранее проговариваем, есть большие шаги в проектировании, где сначала мы изучаем друг друга, мы знакомимся с заказчиком, мы узнаем его ближе. И в процессе планировок, в процессе совместной работы мы делаем для него проект, тот, в котором он будет жить и кайфовать. По сути, вы делаете проект для него, как он бы сам сделал, но при этом, естественно, каждый новый проект – это новое портфолио, и вы не сделаете все проекты одинаковые. Вы будете делать их тоже уникальными, и уникальными как и под заказчика, так и для себя. Вы ищете какие-то новые идеи, оставляете свой почерк, у вас есть последовательность решений, и у вас есть выдержанные сроки. То есть у вас куплена квартира, вы получили ключи от заказчика и заходите на долгосрочный проект с авторским надзором в конце и с технадзором в реализации. Это пример как раз-таки вот этой квартиры заказчика, который пришел из ресторана, как бы странно это ни звучало. И тут я показываю как раз-таки вот эти оттенки, которые не вставила слайд самого ресторана, но его можно где-нибудь погуглить, Leo Vine and Kitchen. Это как раз-таки такая винная история, сочетание зеленых оттенок, винных бутылок, там очень похожий паркет. Он любит, он говорит на итальянском, любит Италию. Сейчас вот, как оказалось, это все-таки квартира выходного дня стала, потому что они всей семьей уехали жить в Италию. И очень перекликается эта квартира, но здесь полностью все подумано под него и сделано именно так, где он будет жить комфортно со своей семьей, где будет отдельный ребенок, где у жены будет отдельная своя ванная комната, у него своя душевая будет комната. То есть интерьер сделан только вот эту семью. В случае же коммерческого проекта здесь подсвечивается ровно товар, ровно одежда этого бренда и почему интерьер полностью весь стерильный. Это был запрос изначально от заказчика, где он хотел подсветить свою одежду и сделать так, что вот этот бренд статус-веттерс, он известен тем, что вся одежда покрыта татуировками. И они довольно-таки пестрые, довольно забитые, как сильно татуированный человек. И если его поместить в какое-то более другое пространство, а не такое чистое, то одежда не будет сильно выделяться. А здесь главная задача продавать. И поэтому получился такой стерильный проект. Это рекорд моего проекта. Мы его сделали, сам проект за неделю, реализацию за две недели и открылись мы через три недели. Параллельно, вот почему разница жилого и коммерческого, это в жилом пространстве ты выдерживаешь сроки и у тебя ведутся параллельные работы. Там, допустим, стройка ведется параллельно мебели, но все равно выдерживается. Обязательно, если встроенная мебель, то дождемся мы пока выровнять стены, сделаем замер, а потом вставят эту мебель в конце чистовой отделки. Здесь же все идет параллельно. Здесь дурдом, потому что дизайнер ночует практически на объекте, потому что контролирует всех подряд. Ты следишь за строителями, ты ездишь на производство, проверяешь, как они там уже напилили мебель, как они ее потом вставляли по факту. В общем, сумбур, потому что любые коммерческие проекты, они делаются очень быстро, очень активно. Это маленькое выгорание. После открытия ты чувствуешь дикую эйфорию, потому что ты открылся, тебе везде опубликовались, напечатали. И, короче, это кайф, это быстро, но это сложно. Процесс проектирования жилого помещения. Слушай, Ян, а можно к тебе вопрос? Как раз от некой Шуры, она просто у нас учится на курсе по дизайну. Там вопрос, облака, принт это или плитка? Как будто плитка. Нет, это новый апгрейд магазина, и вот эта арка полностью, это мы сделали диджитал панели. Есть такой художник Рома Бантик. Он нам сделал туда контент и сделал несколько стихий. Он сделал стихии неба, воздуха, и как раз таки это транслируются там такие облака. Они пересекаются с стихией огня, стихией воды, и воздух он передавал, по-моему, через песок. И у нас вот четыре картинки были, потом он делал всякие такие смешных человечков, там, тату-светерс. Можно найти тоже, по-моему, либо у меня на Behance, либо где-то там будешь фоток по этому проекту. Диджитал панель. Причем мы ее встроили после, и можно увидеть... Сейчас я вот тут покажу. Можно увидеть вот здесь стык о проектировании. Это такой... Сначала стояла скамейка, и здесь была надпись. Потом мы сделали ребрендинг магазина, поменяли полностью все полы, и заменили, убрали эту надпись, переложили плитку, и если всмотреться, то здесь затирка более темная, а здесь более светлая. Это как раз таки мы убирали вот эту неоновую надпись. А вот эти стыки, это накладка вот этих светодиодных LED-панелей. Вот я, поскольку вообще я тут чувствую, что я не очень нужна на таком формате, но все равно поддерживаю атмосферу. Вот как раз Шу написала, что круто, можно найти атмосферу. А у меня лично вопрос. Возможно, еще это прозвучит, но вдруг у тебя есть какой-то опыт. Насколько, я так понимаю, в плане уровня сложности, если ты проектируешь жилое помещение, то ты продумываешь сценарий для одной семьи, но это а-ля такой полноценный сценарий, что они там приходят, вешают одежду, живут, существуют, спят. А если ты проектируешь что-то для коммерческого помещения, то ты вроде как придумываешь один сценарий, человек пришел, там померил, купил, не купил, но как будто для большого количества разных аудиторий. Или это не так? Ну, ты продумываешь сценарий, тоже несколько вариантов. Если это надо рассматривать каждый проект по отдельности, если это ресторан, то тут много сценариев. Тут как и гости заходят, и клининг убирают, потому что если там элементарно уронили тарелку, то должен прийти клинир, а как выносят еду, а как заносят грязную посуду, а как, возможно, выходят повара, а как приходят поставки, а как выбрасывают мусор. Это ресторан, он же живет, и жизнь уходит. И люди, они не должны сталкиваться между собой. А значит, мы разводим вот эти потоки людей и примерно думаем, как у нас из того крайнего столика в ту уборную пойдет человек так, чтобы в него не врезался клинер, чтобы в него не врезался повар, чтобы официант его не открыл дверью и не сбил. Ну, в общем, всякие такие нюансы как раз-таки это в историю про эргономику. И в разных коммерческих проектах мы продумываем разное. Если это магазин, то, например, здесь мы тоже продумываем, как у нас может пройти тусовка, где мы можем поставить диджей, скип-ульт, где там мы можем потанцевать, где попрыгать, а где мы просто презентуем коллекции, а где у нас просто режим обычного магазина работает. В магазине «Август» это не мой личный проект, но все проекты «Август» я принимала участие везде на разных стадиях. Это ювелирный магазин где-то на проектировании, где-то только на реализации, где-то только на каких-то чертежах. Еще давно, когда работала в «Кросби», и до сих пор мы сотрудничаем с «Кросби» в каких-то моментах и с «Августом» тоже в ряде реализации, но концепция вся полностью сейчас от «Кросби». Там же абсолютно другие требования, то есть там как гость заходит, куда гости садятся, там есть контингент людей, кто покупает обручальные кольца, куда они садятся, что мы им предлагаем, как им сидеть комфортно, чтобы они наслаждались. Возможно, мы им предлагаем какие-то игристые. То есть мы продумываем абсолютно разных гостей. Может быть, пришла бабушка с внучкой, может быть, там зашла мамочка с коляской. То есть комьюнити «Августо» тоже очень разные ребята, поэтому мы представляем абсолютно всех, чтобы всем комфортно было туда зайти. И так и строятся разные коммерческие проекты. Очень много анализа, очень много, если коммерческие, то ты много наблюдаешь за брендом, ты много наблюдаешь за помещением, кто заходит, как проходит. В случае жилого ты больше пытаешься узнать того, кто там будет жить, его личные интересы, его хобби, его там, как он часто любит принимать гостей, останавливается ли у него мама с ночевкой, или там есть ли нянечка у ребенка. Потому что если нянечка остается с ночевкой, возможно, она хочет куда-то прилечь. Или там, если есть возможность большой квартиры, продумать какую-то отдельную комнату для, ну, там, не персонала, а каких-то там гостей, врача, кто придет, там руки элементарно помоет, чтобы там через всю квартиру, спальню хозяев заходить и в их раковине мыть руки. Ну, в общем, на каждого, на каждый проект, будь то он коммерческий, будь то он жилой, нужен ряд анализа, где мы задаем вопросы заказчику, чтобы их узнать и сделать так, чтобы их продукт был лучше, а проживание тоже намного круче, комфортнее и приятнее. Сумас, а как проходит этот ресерч? Есть какая-то анкета? Как будто бы это штука, которую можно упорядочить, а, возможно, есть какой-то список вопросов, условно, там, для семьи? Есть анкеты, они есть, как и в открытом доступе, у меня есть своя стандартная анкета, где я что для тех, что для тех подготовила свои анкеты и задаю вопросы, которые меня интересуют, как их, ну, в основном они стандартные для всех, но я разрешаю заполнять эти анкеты как угодно, писать на полях, рисовать звездочки, там, какие-то свои пожелания, то есть это не какой-то документ строгий, это наводящие вопросы, чтобы они смогли сами сформировать свои пожелания, потому что часто бывает, что заказчик хочет сделать себе проект, очень часто и коммерческие проекты, например, там, кофейни, вот я делала недавно, заказчики плавают, то есть если это их первый проект, они даже могут сами не понять, что они хотят, они могут не понять своего гостя, то есть они чувствуют, что они хотят увидеть, но они не могут это правильно сформировать, запрос, и поэтому вот эти анкеты, какие-то очень простые вопросы, если это жилая квартира, то площадь вашего помещения, количество проживающих людей, есть ли у вас домашние животные, предпочтение в стилистике, что бы вы хотели из оборудования видеть на кухне, и то есть по каждому помещению мы проходим и задаем вопросы. В случае коммерческого помещения это точно так же, какая у вас площадь, что у вас за продукт, ваши пожелания по организации, будут ли у вас какие-то мероприятия, помимо просто продажи вашего оборудования, нужен ли какой-то уникальный свет для подсветки вашего продукта, какой ваш гость, опишите вашего гостя, какая средняя возрастная группа вашего гостя, то есть тоже в август вряд ли придет ребенок 13, может, 13 придет, ну, там, в 10 лет, к примеру, или, не знаю, может быть, и придет какая-нибудь женщина в 80 лет, может быть, не знаю. Ну, в общем, вот это очень важно тоже написать рамки своего будущего либо клиента, либо гостя, кто как называет, и на фоне всего этого мы обмениваемся потом референсами и уже проектируем референсами, мы обмениваемся, я делаю модборды, заказчики мне накидывают все подряд, что им нравится, и так мы понимаем, что мы разговариваем на одном языке, на языке графики, то есть я точно знаю, что я их поняла, что им нравится, и они точно понимают, и я подчеркнула то, что им нравится, но в любом случае, в случае коммерции, я хочу делать свой проект так, чтобы он не пошел дальше в портфолио, и он будет какой-то уникальный, в случае заказчика, он хочет, чтобы его товар продавался, и также к квартире. Слушай, как будто бы вот ты, да, уже озвучила этот процесс, обалдеть, блин, спасибо большое, такой ответ кривый, мне кажется, можно вернуться даже к процессу, круто, я как будто не вздумывалась никогда, насколько это объемная вещь, насколько там тоже нужно ресерчить. Ну да, тут даже больше дизайнер выступает, и как психолог в том числе, где он много анализирует, много изучает, много задает вопросов, спрашивает, чтобы в конце всех все устроило, чтобы в квартире никто ни обо что не спотыкался, не вспоминал. Спасибо, Ян, что ты сделала мне этот порожек. Расскажу про процесс проектирования жилого помещения, как он строится. Это общая картина, это все этапы от начала, когда вам позвонил заказчик, и до последнего момента реализации, когда вы уже подходите к финишу. Первое, это то, что я рассказала, это вы знакомитесь с самим заказчиком. Второе, это то, что мы проговорили. Также вы спрашиваете у него, его потребности. Можно дать просто ему техническое задание, либо анкету, которую вы заранее подготовили. Это может быть анкета, какая-то ваша элементарная, в которой вы зададите вопросы, первые, которые вам приходят на ум, просто по пунктам перечислите. Можете открыть, погуглить и какую-то готовую, найти, пересобрать, сделать какой-то свой прикольный документ, который будет уникально отличаться от просто обычного документа, скучного, неинтересного, серого. Будет ваш уникальный, с вашей подписью. Знакомство с пространством. Возможно, ваш проект будет рядом с вами, в городе. Возможно, ваш проект будет вообще в другой стране. Возможно, разные сценарии, поэтому сам проект изучать тоже по-разному. Либо вам заказчик оплачивает выезд в другую страну, в другой город, где вы сможете приехать, изучить, сделать фото, видео, съемку. Таких случаев эта ситуация может и не произойти. Это может быть дистанционный проект. Вы, допустим, где-нибудь в Москве, а проект случился в Милане, и там заказчик очень хочет, чтобы конкретно вы разработали этот проект. Тогда и нет возможности вас перевезти, там, визу, допустим, сделать, или вы просто, там, у вас нет возможности выехать. Ну, что угодно. Тогда вы изучаете проект по видео, вы просите очень много снять всех проблемных зон. вы просите, не знаю, там, если какой-то странный потолок, на видео постучать потолок, чтобы понять, из чего он сделал. Просите большое количество фотографий. По возможности все вопросы, которые вас интересуют, все, что вас смущает, просить дотошно снимать либо заказчика, либо кто находится на этом объекте, по видео. Если же у вас доступ на объект есть вот прямо рядом в Москве, супер, вы едете туда с рулеткой, либо сами делаете замер, все, обойдите, простукайте. Если это какой-то новый ЖК, то, скорее всего, на первом этаже есть инженер, и это ваша супер помощь. Этот инженер вам поможет ответить на абсолютно все вопросы. Вы его прям можете пригласить на встречу, подняться с ним вместе на квартиру, осмотреть все, задать ему даже самые глупые вопросы. Не знаю, там спросить. Подскажите, а это канализация? Подскажите, а это вентиляция? То есть абсолютно все вопросы. Он заинтересован в том, чтобы вы сделали квартиру правильно и корректно. Ему потом сдавать вашу квартиру, и очень важно, чтобы когда вы проектируете квартиру, подключаете вентиляцию кухни, чтобы все правильно работало, и у соседей сверху, и у соседей снизу. Если кто-то неправильно сделает вентиляцию, у них будут запахи кухни. А если эти запахи кухни выйдут в туалет, ну, такое. А если, наоборот, запахи туалета выйдут к вам на кухню, то еще хуже. Как раз таки вот этот инженер, он вам будет помогать отвечать на все вопросы, помогать направлять вас, помогать вашим строителям, в случае, если вы где-то некомпетентны или не знаете каких-то нюансов, любые, даже самые нелепые вопросы, которые приходят в голову, задавать инженеру, все инженеры, вот сколько ЖК мы не строили, везде они заинтересованы, помочь, рассказать, разжевать, разжевать вам, разжевать вашему технадзору, если вы такого приглашаете на проект, и вашей строительной бригаде. В общем, не игнорируйте этот лайфхак, это очень крутая тема, бесплатная, и еще все за вас потом будут говорить, какая молодец, что она так тревожно ко всем деталям относится. После того, как вы уже смотрели всю квартиру, сделали много фото, много видео, у вас есть ТЗ от заказчика, вы сняли замеры и можете делать зонирование набросков, это как раз таки то зонирование, о котором я проговаривала, вы узнаете, какое количество гостей проживает, какая семья проживает, один ли этот человек, три, взрослые, есть ли какие-то особенности у этого человека, возможно, он с ограниченными особенностями, тогда ему надо там продумать, как он заезжает, как он передвигается по пространству, и на основе всего технического задания от заказчика мы делаем планировки. Желательно делать большое количество планировок, пока вы думаете, вы можете делать супер дурацкие, вы можете делать, которые вам кажутся, на первый взгляд, отличные, на базе отличных планировок, вы потом дорабатываете, меняете стены, крутите, и вот пока вам точно не захочется увидеть этот проект и сказать, о, классный, все, я останавливаюсь, пойду, вот возьму два варианта, покажу заказчику и буду с ним обсуждать. Работайте, пока вот точно не будете уверены в своих двух планировок, где вы сами прожили за заказчика весь сценарий жизни, подумали, как поставить кровать, подумали, как вы будете просыпаться, куда будете идти умываться, как вы зашли в квартиру, куда поставили пакет, как вы открыли шкаф, куда вы поставили обувь, куда вы кинули ключи, ну, такую всю мелочь, которую в обычный быт вы используете. Что-то можно забыть, и это нормально, и поэтому вы встречаетесь как раз таки с своим заказчиком, все ему проговариваете, а он вам говорит про свои там особенности. Например, слушай, Ян, ну, мне зачем тут такой шкаф? Я один живу, у меня вот три пиджака, больше у меня там одна пара обуви. Окей, мы там уменьшаем шкаф. Или, например, Яна, у меня вся семья катается на сноуборде, давай сделаем хранения очень много и под кроватью еще хранения тоже добавим. То есть разные заказчики, разные запросы вы всего не узнаете с первого общения, с первого технического задания. Чем больше вы разговариваете, тем больше вы понимаете, что заказчику необходимо. После того, как он вам согласовал вашу планировку, ему все нравится, вы приступаете к визуализации. Визуализацию вы делаете на основе планировки и модборда, который вы тоже желательно проговорили с заказчиком. Вы показали визуализацию, заказчик сказал «Супер». Приходим к этапу реализации. И параллельно с реализацией у нас авторский надзор, комплектация проекта. Комплектация проекта, авторский надзор, это два вообще отдельных, две отдельные истории. Комплектация проекта это большая работа, где мы делаем большую таблицу с перечнем всех позиций, которые принимают участие в реализации. Двери, напольное покрытие, текстиль, декор, если меняем окна, то окна, вся сантехника, в общем, абсолютно все по списку, вплоть до краски, штукатурки, плитки, что влияет на формирование всего бюджета реализации этой квартиры. После того, как сделали проект комплектации, приступается к авторскому надзору, и авторский надзор сопровождает технадзор, который помогает вам как раз-таки общаться и с инженером, и контролировать ваших строителей, и через какое-то довольно-таки длительное время, потому что квартира это примерно полгода реализации, в проект уже можно заезжать и наслаждаться своим прекрасным пространством. Расскажи, а можно тебе вопросы закинуть как раз? Их там парочка. Смотри, есть какие-то рекомендации для людей, которые сами себе дизайнеры? Например, хочется сделать свою квартиру вот с самими собой, с самой собой тоже нужно заполнять такую анкету? Например, есть пример. Например, вот у меня есть голая трехкомнатная квартира, куда переезжаю, хочу там сделать адекватное пространство, для жизни. Переехали, поставили ту мебель, которая была в однушке, а теперь есть место, чтобы сделать нормальный. Вот с чего начать? Какой порядок действий? Ну, я бы рекомендовала также задать себе вопросы, от чего хочется. Мебель, которая приехала из старой квартиры, это то, что у вас уже есть. Это не то, что вам хочется. Возможно, вам не хочется даже чего-то нового. Возможно, вы что-то хотите из этого продать на Авито и посмотреть на свою квартиру заново, очистить полностью все поле, сделать чистый лист и точно так же начать задавать себе вопросы, найти референсы, посмотреть, что нравится. Возможно, та же самая мебель с той квартиры, она клевая, классная, и хочется ее использовать, сохранить. Подумайте, куда ее удобно поставить. мы когда перейдем к планировке, я покажу, как покрутить свою мебель, которая существует, и добавить еще какую-то новую. Я рекомендую также сначала собрать мудборд всех своих пожеланий. Там может быть все очень контрастно, там могут пересекаться как абсолютно разные стилистические направления. Вы анализируйте и подумайте, почему именно эти картинки вам нравятся. Вряд ли вам нравится абсолютно все в этой картинке. Возможно, вам нравится только один диван, возможно, вам нравится только одна штукатурка, возможно, вам нравится только один светильник, возможно, вам в принципе нравится композиция вся. Вот вы смотрите, ничего не нравится, но вы сохранили эту себе картинку и понимаете, что вам нравится композиция. Наверное, там будет классная выстроенная пятна, возможно, по формам будет классно, возможно, красивый теплый декоративный свет, возможно, какие-то локальные уютные зоны. И на фоне этого это как раз-таки вам поможет построить свою квартиру, и все, что красивое, это хорошо, но эргономика, это самое первое. Если вы поставите огромный красивый диван и будете о него спотыкаться, вы точно не будете рады своей квартире и туда приходите, убегать от города, чтобы спрятаться в своей квартире, наслаждаться и отдыхать. Поэтому надо тоже смотреть и анализировать, надо также делать свои сценарии, то есть вот трехкомнатная квартира, значит, скорее всего, там будет жить не один человек, и, скорее всего, у них есть разные хобби, а может быть, одни и те же. И собрать все те же самые вопросы, которые я проговаривала. Допустим, вы катаетесь на сноуборде, а где вы храните свои сноуборды? Может быть, у вас в этом же ЖК внизу есть маленькая комната, где вы там все это складываете. Возможно, вы хотите себе отдельную постирочную, в трехкомнатную квартиру, в трехкомнатную квартиру можно поместить маленькую лаундри, снизу там стиралка, сверху сушилка, и там даже там что-то разместить, какие-то порошки. Ну, в общем, продумать все свои сегодняшние, весь свой сегодняшний быт и ближайшее будущее, что бы вы хотели. Допустим, если это маленькая молодая семья, и вы уже планируете как-то дальше вместе идти, то, возможно, у вас уже там детская комната планируется, а, возможно, нет, возможно, там будет комната йоги, потому что вы увлечены йогой. Ну, все вот эти вопросы надо задать себе, и так вы сможете, если у вас квартира из бетона, пока там ничего нет, то можете также двигать стены, делать гостиную больше, спальню меньше, там две ванны комнаты, например, точки, крутить ваше пространство, двигать. Главное, не забывайте, что у каждого жилого пространства должно быть одно световое окно. Это очень важно. Слушай, а ты говорила, что тут вообще еще есть, давай для начала вот и последний вопрос, а тут есть один вопрос, я вижу его, просто он как бы звучит как логичный мостик на следующий на следующий этап. В общем, вот Андрей спрашивал, если мы в прошлом интенсиве, у нас был по графическому дизайну, мы проговорили, и кто-то в чате написал, удивительно, мы час продержались без упоминания искусственного интеллекта. Вот, в общем, есть вопрос про искусственный интеллект, и вопрос такой, есть ли тренды или уже конкретные кейсы по внедрению искусственного интеллекта в процесс визуализации и так далее? Да, есть, конечно, есть куча разных штук, где ты можешь и делать интерьеры, и мы уже использовали несколько раз нейросети для того, чтобы сделать какие-то свои концепты. На Behance можно посмотреть, есть бренд Morpheus, мы для него делали шоурум в авиапарке, тогда еще без нейросети, но потом ребята обратились к нам обратно и попросили придумать для них уникальную какую-то мебель, с которой они могут путешествовать по разным городам. Сейчас они выходят в Германию, открываются в Берлине, и вот они хотели там презентовать свою новую мебель со своим постельным бельем. И вот как раз-таки мы сделали огромное количество, мы там игрались, как, в общем, было весело, наделали этих концептов, и в конечном итоге мы разработали кровать, дутую, прозрачную, которую можно заправлять их одеяло, и у нас там были смешные идеи, давай по Москве реки опустим, чтобы она была упакована в постельное белье, пусть она едет, классно, будет ее все фоткать, даже никакой не нужен, ни пиар, ничего, все и так пофоткаются, знают у вас, давайте просто в Берлине в центре поставим эту надувную кровать, а там она еще полностью прозрачная подушка, в общем, да, это классная штука, можно создавать огромное количество идей, но это как концепты, то есть наша задача человека наиграться с этими концептами, а потом придумать, как ее реализовать и как ее адаптировать, насколько она будет прикольная, удобная, функциональная, захотят ли ее покупать, смогут ли вообще ее в Москве или где-нибудь в мире реализовать, тоже такие вопросы важные, а так играться, пожалуйста, чем круче у вас картинки получатся, тем вообще супер, и в интерьеры тоже это можно внедрять, и интерьеры тоже можно делать очень крутые, красивые концепты, а вдруг потом еще это можно реализовать вообще супер. Ну, и к вопросу, который отсылает нас к следующему этапу, блин, интересно, но эта мебель, она была не для производства, да, я так понимаю, это мебель просто как рекламный стенд для постельного. Ну, мы хотели запустить производство, но поменялись там и пиарщики, и ушли ребята в Берлин, и, в общем, там концепт им не зашел, и кровать осталась в Питере, поэтому пока там лежит, отдыхает, посмотрим, что будет дальше. Блин, а то хотелось бы, я еще вспомнила у нас есть студентка, которая в Питере сделала, сейчас шу поулыбается пространство координат, и она рассказывала, что она собирает там много всяких выставок, но это пространство современного искусства, и как раз они там делали выставки всяких предметов, и у них была выставка стульев, где они показывали всякие разные стулья необычные разных производителей, вот, и я все думаю, блин, какая крутая идея, такой простой предмет, который они потом визуализировали. Вот это проявление. Вот Андрей, кстати, добавил, что да, но сейчас в английской версии последнего чата визуализация стала лучше, и есть опасения, что если я сейчас начну учиться, то будет уже неактуально, вот, как попасть в этот тренд? Да, тренд-то уже ушел, можно так сказать, остались только идеи, и мне кажется, что это больше как не для портфолио, это больше как не для того, чтобы залететь на хайпе и где-нибудь засветиться с этими картинками, мне кажется, это больше как помощь и такой некий пуш, когда у тебя ступор, и особенно это вот в коммерческих проектах, тебе надо что-то сделать яркое, тебе надо как-то себя проявить, а ты даже, смотря на там любые референсы, смотришь и думаешь, блин, фигня, блин, фигня, и в какой-то момент ты уже пытаешься найти там в чем угодно вдохновение и садишься и начинаешь накидывать какие-то слова, связываешь с какими-то предметами, которые тебе симпатичны, и смотришь формы, просто что у тебя получается по форме, то есть это некий такой пуш для работы, чтобы не притормаживать, потому что опять же коммерческий проект это скорость и время, если ты согласился на этот проект, тебе симпатичны эти заказчики, вы уже подписали договор, у тебя времени мало, всегда мало, и поэтому вот этот поиск, вот этот анализ, это же не воровство идеи, это помощь в анализе, анализ, который ты можешь дальше трансформировать и дальше с ним работать и делать из этого что-то свое, уникальное и гениальное, и как раз таки вот эти нейросети, они такие пуши для твоих проектов, помогают, ты скорее всего точно не реализуешь один к одному, поэтому будет лучше намного. Ну вот, да, что получается, ты имеешь в виду, это вопрос из чата, что его, как бы, искусственный интеллект можно использовать вместо Пинтереста, если... Да, да, да. Это же даже как второй Пинтерест, ты можешь на Пинтересте найти какие-то картинки, а потом закинуть их туда, написать текст, который тебя интересует, идея, которая тебя интересует, и смотреть результаты, что он тебе там нагенерил, что он тебе показал. Вообще, как будто бы интересно, что такие вопросы всплывают, и мы в основном со всеми экспертами, которые были, сходились на мнении, что это как будто, да, скорее инструмент, потому что, наверное, если не знать, ну вот в данном случае дизайна интерьеров, в случае иллюстрации, там, например, каких-то основ композиции, колористики, то как будто и невозможно что-то жизнеспособное, что ли, создать, потому что в любом случае искусственный интеллект, он, да, скорее служит как инструмент. Еще, кстати, там есть замечание, что искусственный интеллект уже может даже конкретные объекты использовать в визуализации, вот, и можно даже попозиционно составить табличку из объектов, вот это как комплектация. Классно. Вот бы за меня делал искусственный интеллект эту рутину и оформлял за меня всю таблицу, обзванивал всех подрядчиков, уточнял по наличию, стоимости, скидки, а когда приедет, все это заполнял, было бы вообще супер. потому что это моя самая нелюбимая часть работы, это очень муторная, но это очень важно, без этого страдают все, и строители, и заказчики, и ты сам, то есть такая сложная, скучная часть работы. Ну, блин, мне два вопроса. Первый, хотела спросить, какая любимая часть работы, основываясь на этом, а вторая, получается, что, ну, там, случай, опять же, да, там, с иллюстрацией где-то граф-дизайном, ну, наверное, иллюстрацию я могу брать как более сведущий человек в иллюстрации, вот, в этом случае искусственный интеллект может что-то нагенерировать, и, ну, там, да, ну, конечно, нужно научиться тоже правильно его использовать, потому что там все равно в плане иллюстрации очень однотипные штуки получаются, вот, и это не всегда хорошо, есть даже, наверное, вы можете представить какой-то визуал вот этот нейросетовский, такие выглаженные пластилиновые лица немножко такие пластмассовые, а в случае как будто дизайна интерьеров, это же, ты как раз рассказывала про то, как важно, чтобы воздух из кухни словно не уходил там в туалет, например, вот, или еще куда-то воздух из туалета не уходил на кухню, получается, что здесь сложно, наверное, использовать искусственный интеллект, потому что нужно вот такие мелочи просчитывать, как будто это нельзя там сделать, ну, может, я не права, просто изучение, обучение, это опыт, ты тут не нагенерируешь опыт, и ты точно, тебе нейросеть никогда не расскажет, как подключить правильно вентиляцию, или как проверить своих строителей, как они положили кирпич, почему он лежит ровно, почему криво, или тебе точно нейросеть сейчас не подскажет, почему строители не выполнили в срок то, что они обещали по графику выполнить, то есть это есть человек, который как бы очень много жизненно важных этапов, что сейчас нейросеть еще не умеет, да, она делает крутые концепты, да, возможно, она очень круто сделает и те же самые планировки, возможно, она очень круто сделает, и, ну, наверное, она сделает круто планировки, если ее обучить и рассказать, какой у нее будет заказчик в будущем, и дать ей уже готовую квартиру, возможно, я не пробовала, наверное, это сложно, но именно научить ее сделать клевую планировку под запрос, ну, в общем, интересный вопрос, можно поковыряться, с этим покрутить, но сам процесс реализации, подборка всех материалов, увидеть это все вживую, понять отличия, то есть на картинке мы видим дерево, а в жизни мы должны выбирать, это будет ламинированное дерево, это будет массив дерева, это будет шпон дерева, то есть или это вообще будут пластиковые панели HPL, здесь без человека уже как бы никак не реализовать проект. Ну, получается, как будто бы, что дизайнер интерьеров это еще и в том числе такая большая инженерная какая-то работа, бывает такое, что дизайнеры интерьеров в паре с инженерами работают, или все-таки лучше это все в одном человеке совместить? У каждого есть своя зона компетенции, и вот этот примерный список того, чем занимается дизайнер интерьера, он должен сохраняться. Есть разные другие побочные работы, которые всегда идут вместе с реализацией, это как раз-таки инженерные проекты. Для этого есть отдельные инженеры, к которым обращаемся, либо мы дизайнеры, либо сами заказчики, и мы просим разработать их проект инженерные сети, электросети, чтобы они рассчитали мощность, то есть это тоже запрашивает застройщик, и возможно это запрашивают строители, но часто строители те же самые разводки электрики могут просчитать сами, но какие-то новые ЖК сейчас очень много требуют именно проект, и по этим проектам делают, это строится так, я делаю проект, допустим, розеточной сети, я выбираю, куда розетки у нас ставятся для заказчиков, то есть это может быть возле прикроватной тумбы, или там на фартуке кухни, и проговариваю все это с заказчиком, также относятся к выключателям, также относятся к светильникам, и я даю инженерам готовые планы электрики, где мне нужны выводы под розетки, под выключатели и под освещение, и эти инженеры, учитывая оборудование, которое у меня стоит, может быть, у меня пицца-печь, которая очень много электрики забирает, или может быть, у меня кофемашина, которая тоже много электрики забирает, они все это высчитывают, также относятся к вентиляции, инженеры также ее проектируют, но так как мы некомпетентны в этом вопросе, и при реализации этого проекта мы не можем проверить, и дать своего мнения, мы можем проверить, если у нас много опыта, тогда мы такие, о да, ты сейчас положил неправильные провода, или примыкание вентиляции, у тебя неверно, то есть это приветствуется, но объективно это работа технодзора, технодзор приходит на объект и помогает нам как раз таки принимать такие важные вопросы в инженерке, делает нам отчет и говорит, Ян, здесь они у вас неверно сделали электрику, надо переделать, перекинуть, строители все это переделывают, показывают опять технодзору, технодзор опять принимает и говорит, да, теперь все верно, все корректно, поэтому можно не бояться, проектирование процесс сложный, долгий, но есть всегда куча людей, которые вам готовы помочь, это технодзор, это инженер дома, обращайтесь, просто инженер и технодзор это платные опции, которые скорее всего оплачивают заказчик, если вы делаете сами себе квартиру, то вы можете сами пригласить этих экспертов, и они придут к вам, проверят ту же самую электрику, как вам строители сделали, возможно, вы сомневаетесь, что там что-то верно и не хочется, чтобы потом коротило или радиаторы протекали, там горячая вода вытекала, в общем для этого всегда есть технодзор, он всегда придет, проверит трубы и сделает вам отчет правильности или неправильности. Сейчас как взяла и как подумала, ты начала говорить про розетки, я вспомнила, что у меня на кухне в съемной квартире есть удивительно смешная розетка прямо под потолком, ну то есть как бы, наверное, она предусматривалась как розетка для вытяжки, но вытяжки не существует. Под что? Под кондиционер либо под вытяжку. Возможно, да. Если у тебя вытяжки сейчас нет и нет выхода под вытяжку, то ты можешь поставить себе угольную вытяжку, включить эту вытяжку в розетку и поставить туда угольные фильтры, тогда она будет тянуть внутрь себя и тебе надо будет просто периодически менять вот эти угольные штуки. обалдеть. Очень круто. Слушай, ну тут уже мои вопросы пошли. Ой, у меня там розетка на потолке. В общем, если мы вернемся к вопросам, которые еще там закидывали, как раз перейдем на планировку и там и особенности планирования. Ты говорила, что есть какой-то этап, вот я даже смотрю, у меня тут второй экран, вот, что там нужно сделать набросок зонирования и примерно продумать планировку и прозвучала фраза, что даже если она какая-то дурацкая, странная, можно прям погенерить идеи. И вот вопрос, а есть вообще возможность понять, какая планировка отличная, какая дурацкая? Чем они отличаются? Ну, я очень люблю делать дурацкие прям планировки. Я делаю всегда стандартную планировку, потом максимально дурацкую планировку и третью я делаю комфортную, которая, скорее всего, точно попадет. Почему я делаю дурацкие планировки? Потому что хочется в этих планировках найти какое-то другое решение, нигде все размазано по стенкам, стандартные, как мы привыкли видеть во всех квартирах, а хочется, не знаю, например, в душевой комнате по диагонали поставить душ или в душевой комнате не делать вообще перегородки и там хочется сделать какой-то остров странный, странной формы или стенку для телевизора делать не стенку, а обрезать ее. в общем, что-то такое, которое вы даже, возможно, где-то не видели, а вот просто вам пришло на ум, попробовать сделать как-то нестандартно и предложить это заказчику и послушать от него обратную связь. Это нормально прощупывать своего заказчика и услышать, нравится ему это или не нравится. если вам нравится эта идея, которую вы пытаетесь протолкнуть и заказчик вам говорит блин, классно, я правда хочу приходить в свою квартиру, где у меня будет такой крутой не знаю, там санузел, блин, спасибо, очень круто, вот только походу у меня будет такой классный, это вообще супер, что вы придумали клевую идею так спонтанно, которую вы даже нигде не видели, возможно, видели, возможно, на фоне того, что вы где-то подчеркнули, вы это еще и поменяли, переработали и адаптировали в эту планировку, супер. Научиться обычным планировкам, обычным в том плане, что каким-то неким стандартным решением, где вы делаете все грамотно, вы научитесь точно делать, а какие-то креативные идеи, они все-таки не так просто отдаются, и для этого как раз-таки у вас есть время, тем более, если кто-то из вас сейчас учится, то можно придумать все, что угодно, жаль, что мне в университете не давали такой возможности, учили строго, если кухня, то кухня, обеденный стол, обеденный стол. Я бы, конечно, тоже оторвалась по полной. Есть клевый комментарий, я предлагаю этот последний комментарий, и можно двигаться дальше. Шура как раз написала, что вспомнила два унитаза в одной комнате в двух палочках. Я вообще бы... Интересно, как они... Может быть, это было беде, или это был прям унитаз-унтаз? Может, нам кто-то любит другую, только сильно, что они готовы ходить в уборную вместе за ручку. Возможно. Две палочки, как будто название еще даже немного намекает. Нет, это была такая фишка в сети суши. Блин, забавно очень, что два унитаза против друг друга. Наверное, это концепция истории, когда две девочки постоянно вместе ходят в уборную, и, наверное, они... Сам ресторан суши пошутил так над этой темой, сделал два унитаза, чтобы девочки не ждали друг друга, и не выставили очередь, когда закрываются в кабинках. Хорошее предположение. Ну, вот еще... Написала, что я бы там еще стол поставила. Ну, да, между как раз можно сидеть, если места все заняты. Слушай, такой вопрос опять от Андрея. Если проект не для России, какие и где нормативные акты и ограничения по техническим решениям вы изучаете и применяете? Как это работает? Это не просто... Вот сейчас у меня есть проект в Алмате, это Казахстан, и там свои абсолютно нормы, там... Мы как раз-таки открываем сейчас коммерческий проект, потом где-нибудь расскажу больше подробно, потому что сейчас пока лучше об этом не говорить. Там свои... свое государство, свои нормы, и у меня тоже большой стресс по этому поводу, что я где-то что-то сделаю не так. И у нас есть прораб, девушка, которая как раз-таки следит за всем этим, отвечает на все мои вопросы, даже самые дурацкие, потому что я задаю... То есть не может человек знать абсолютно все, и я никогда не стесняюсь задавать какие-то вопросы, когда я где-то некомпетентная. Я выслушиваю абсолютно всех, я выслушиваю всех подрядчиков, всех технодзоров, самого заказчика, арендатора помещения, то есть мне важно найти ответ на вопрос, а не показать, насколько там я специалист или не специалист. Со своим опытом я уже как бы некий специалист, иначе ко мне бы, наверное, заказчики не обращались, но я все равно как бы не стесняюсь задавать огромное количество вопросов. И как раз-таки вот эта девушка-прораб, которая мне помогает отвечать на все мои вопросы, я туда несколько раз вылетала, проверяла сама весь объект, и на некоторые вопросы у меня нет ответов, поэтому я их ищу в открытом доступе, стараюсь найти. И непросто, надо запрашивать в каких-либо источниках, либо у того, кто там живет, чтобы ему дали вот эти госты. Но чаще всего вот эти нормы и госты, они открыты и доступны. Даже сейчас, если мы там по России найдем, там госты, общепита ресторанов, госты, проживание в квартире, госты, не знаю, магазина или там парикмахерская, салоны красоты, там комната татуировок и массажа, все они открыты, все это есть, и чаще всего во всех странах тоже эти нормы все есть, надо только поискать. Ну, я ответ на свой вопрос так еще не нашла, пока я этим занимаюсь, я там ищу по поводу своего большого лайтбокса, подходит ли у моего подрядчика нет сертификата на пожароопасность ткани этого лайтбокса, а так как помещение общественное, я ищу нужен ли этот сертификат или не нужен, все подрядчики работают без него, вот, в России все с сертификатами, потому что у нас очень серьезные проверки, и в случае там отсутствия каких-либо бумаг накладываются штрафы на самого владельца этого бренда, там, либо ресторатора, либо там магазина, поэтому хочется всего этого избежать и продумать все нюансы. Мне кажется, финально пока не вижу вопросов, но я, ты как, не устала? Не-не-не, все, хорошо. Бодра? Преводрилась? Я настолько не переживала, что я все, по-моему, вы переживала. Я тоже, у меня точно такая, я причем не переживала, не переживала, потом у нас опять упала вот эта штука и появилась опять, в общем, я не буду вдвадцать подробностей, появляется шторка странная на ютубе, когда мы пытаемся загружаться, вот, в общем, мы уже вы переживали, наверное, все. Ну, тогда предлагаю на расслабленном состоянии, в любом случае, при этом, если смотрите записи, да, двигаться к проекту. я расскажу немного о своих проектах, которые мы делали, так как мы сейчас разбираем больше жилые пространства, я взяла три своих последних проекта, и в каждом проекте расскажу некие особенности проектирования, немножко слайдов, чтобы тоже не перегружать вас. Это дом, трехэтажный дом для молодой семьи, которая очень хотела, чтобы с ними жила семья мама-папа-жены. Здесь мне отдали полностью все, и я мечтала тогда поехать в Японию, как видно, и я съездила в Японию, и у меня появился другой проект, кофейник, где тоже видно, что я съездила в Японию, ну, и поэтому все такие проекты, в основном у меня все проекты тем, что я живу на данный момент, тем, как меня вдохновляют сами заказчики, и их обычный образ жизни, как они одеваются, как они выглядят, как они разговаривают, как у них семья строится, как они гостей принимают. Это все формирует и дизайн, который я делаю, и пространство, в котором они будут жить. И как раз таки получился такой, они мне разрешили сделать, оставить бетонный потолок, где очень круто вышла проводка электрики, она не накладная, она скрытая. Скрытая за счет того, что это полностью их трехэтажный дом, и мы через второй этаж вели проводку, и через второй этаж выводили вот эти точки. В случае квартиры, я покажу дальше слайд в квартире, мы делали, тоже оставили этот бетонный потолок, проводка вся накладная, потому что мы не можем к соседям забраться и просверлить через них к себе светильники. Минусы открытого бетонного потолка плохая акустика. Если это дом, то мы на втором этаже сами себе делаем отличную акустику, мы под полами прокладываем акустические специальные дренаж, то есть там довольно-таки большой пирог до теплого покрытия, поэтому акустика здесь отличная, и все спрятано, ничего не слышно, каждая комната изолирована. Здесь еще лестничный марш, он в конце на реализации, этот проект я показываю сейчас в визуализации, потому что мы его буквально недавно отсняли все фотографии, и скоро буду публиковать этот проект, можно будет уже посмотреть конкретные фотографии этого проекта, и даже видео мы сняли, и там такая смешная лестница, ты только делаешь шаг, и она полностью загорается до самого верха, выглядит новогоднее. Ну там теплый такой ламповый свет, классно. Это спальня, мастер спальни, здесь как раз-таки владельцы всего дома живут, и по этой спальне можно увидеть, как одеваются примерно муж и жена, то есть у них очень много такой испокоенной и яркой одежды, поэтому у них из прям своей спальной комнаты выход в свою ванную комнату и в свой гардероб, и в гардеробе есть фиолетовый, такой нежный-нежный фиолетовый львовый цвет стеллажа для сумочек заказчицы, и по бокам зеленые стеллажи под вещи. Это их душевая комната, где как раз-таки у них выход, и третий этаж, где они любят встречаться всей семьей, они очень много, долго смотрят фильмы, у них остаются гости, это вот такой диван, кинотеатр, специально мы затемнили верхние потолки и все рассветы, чтобы можно было все выключать и наслаждаться просмотром фильма. Расскажу коротко и быстро про эту квартиру, это очень маленькая квартира, порядка 40 квадратных метров, владелец молодой парень, и когда мы начинали проектировать ему квартиру, я ему рассказала про все сложности согласования перепланировки стен, это даже несложно, просто этим должен заниматься сам заказчик, он как владелец, у него есть паспорт БТИ, а значит он идет и показывает новый проект на согласование новой планировки, чтобы у него был новый паспорт БТИ, и часто никто не хочет этим заниматься, либо говорят ай давай делать потом, я когда-нибудь переделаю, так конечно лучше не делать, надо сделать сразу все до начала проектирования, и когда я ему это все проговорила, он говорит, Янсу же давай вообще ничего, никакую стену трогать не будем, оставим как есть и будем крутить вариант планировок, я как бы не против, но я всегда предлагаю разные странные планировки, в том числе, чтобы заказчик понял, что можно из его квартиры сделать что-то прикольное, может быть, а может быть это и не прикольно, в общем, чем больше я предлагаю, тем больше слышу обратной связи, и такой интересный процесс работы. Здесь видно, что мы заходим в квартиру, и не трогали никак эти стены, входная зона, очень-очень маленькая кухня, и здесь я ставлю холодильник, заходим сюда, я ставлю стиральную машину, вид на, там у него красивый вид, это башня Д1, такой диван, столик, и здесь телевизор, то есть ты можешь повернуть диван и там смотреть здесь телевизор, спальная комната, гардеробная, и такая маленькая душевая, в общем, стены никакие не трогали, предложила такой вариант, вариантов было очень много, если вы посмотрите сюда, это седьмой вариант, их там было почти 20 чем-то, делать много, сильно много планировок тоже плохо, но здесь я просто очень сильно хотела уговорить его согласовать перепланировку, поэтому я пыталась ему показать, что все варианты они не очень, здесь я опять не трогаю ни одну стенку, даже добавляю еще одну, выношу холодильник сюда, и удлиняю рабочую плоскость кухни, делаю доступ к холодильнику с этой стороны, то есть можно здесь что-то достать, здесь положить на столешницу, здесь там пожарить, здесь там помыть, ну, в общем, один из вариантов, есть там два кресла вместе с диваном, особо ничего не поменялось, расположение душевой с унитазом поменялись местами, и вариант планировки, на который я все-таки уговорила заказчика, которому я довольна, мы его реализовали, и я вообще очень рада, мы заходим в квартиру, у нас напротив полностью открыто окно, у нас поступает в этот холл свет, здесь маленькая такая полочка, куда мы можем кинуть ключи, и маленькое зеркало, то есть мы можем сюда посмотреться и выйти дальше, заходим сюда, оставляем здесь обувь, куртки, все лишние вещи, которые не будут нам здесь вмешаться, заходим сюда, моем руки, здесь такая душевая со встроенной нишей, шкаф полностью интегрирован в душевой, я покажу, как это выглядит, с сушкой и стиралкой наверху, то есть это такой шкаф, где здесь стоят порошки и все, что можно использовать для сушки, либо там для туалета, либо там для душевых принадлежностей, все что угодно, в общем, все сюда компактно умещается, здесь я делаю такой один сплошной, очень маленький, узкий стеллаж, в котором соединяю панель на стене, входную дверь и холодильник в одно целое панно, то есть если к вам заходят гости, то они располагаются в этом пространстве, им у них нет ощущения, что дальше есть какая-то дальше комната, им комфортно здесь сидеть, болтать, смотреть здесь телевизор, здесь мини-кухня, и то это кухня, которую я попросила сделать чуть больше, потому что он говорит, я вообще не готовлю, я вот вниз хожу, поем, мне не надо ничего делать, поэтому сделали такую мини-кухню и вот сюда добавили холодильник, духовой шкаф, сейчас покажу, как это выглядит, заходим в это пространство, здесь за холодильником появилась ниша, куда мы положили полки, те, которые дальнего пользования, то есть это не первая необходимость, но на чертеже кажется, что места мало, но в жизни там места много и даже заезжает пылесос, маленькая гардеробная, все это закрыто вот так одними панелями, слайд я в спальне, к сожалению, не добавила, но вот расскажу вам, чтобы вы себя представили, здесь две панели наклеены, а здесь три панели, это как шкаф, как будто он открывается, у него гармошкой открываются двери, и ты получаешь доступ к своему гардеробу, две прикроватные металлические тумбы, выглядят они точно так же, как вот эта металлическая ключница, что получилось в итоге, вот наша квартира, мы заходим, видим вот этот стеллаж, где мы выставляем книги, здесь у нас вход в спальню, это зона ТВ, здесь у нас сохранение, маленькая узкая полка, здесь я прячу все коммуникации вентиляции, кстати, про проект вентиляции, все проекты вентиляции вы согласовываете в том числе, потому что вентиляционщикам очень все равно, как ведутся коммуникации, как они выглядят, и как они в итоге будут смотреться, им важна правильность работы, а вам важно, чтобы это и правильно работало, и важно, чтобы в результате это не выглядело некрасиво, а если это вы хотите либо зашить, вы их адаптируете, вы говорите, так, мне нужно сюда вывезти, но там все пути этих коммуникаций мы прячем там в конкретный короб, то есть вы все равно всех направляете, и тот же самый инженер по электрике, он тоже может вам сделать открытую проводку с коробами пайки, где будет где-то на потолке видно, поэтому вы все равно хоть и некомпетентны в этом вопросе, вы можете всегда проверить их чертежи, уточнить, спросить, переспросить, и попросить переделать, потому что им тоже объективно все равно, как это будет выглядеть, им важно, чтобы это правильно работало. И вот ванная комната в квартире, маленькая вот эта ниша, про которую я говорила, унитаз по одной стене переходит в душевую, стеклянная перегородка, лейка из потолка, и стена со встроенной раковиной, она вот здесь, раковина, и напротив шкаф, вот эта душевая с унитазом, вот раковину мы тоже реализовали в Москве, сложно было попасть с самого бетона, который мы лили на заказ, с цветом штукатурки, и в отражении зеркала мы видим как раз-таки вот эту панель шкафа, фасада, за которым прячутся постирочные и все порошки. Здесь сложная квартира, тоже маленькая площадь, там 70 квадратов, в которой мы намудрили и поставили туда кучу всего. Здесь самое интересное в том, что мы акцентировали внимание на подсветке и сделали много сценариев разного освещения. Здесь тоже много сценариев разного освещения, здесь можно заметить и общий свет, и ламповый свет, и декоративный свет, и какие-то подсветки тонкие. Здесь мы сделали еще больше разных сценариев, потому что заказчик любит это, и мы всегда сами предлагаем сделать разные уровни, но тут даже они больше и дальше нас пошли и предложили больше всего проработать. Здесь довольно-таки маленькая квартира, где мы видим входную группу, это переход в костиную. Это квартира не постоянного проживания, это квартира выходного дня, куда будут приезжать на пару ночей, переночевать, отдохнуть, погулять по Москве, это в центре Москвы квартира. В общем, жизни здесь будет немного, поэтому она такая компактная, это спальня, мастер-спальня самих владельцев, их мастер-душевая, мастер-это когда принадлежит спальне тем, кто сам заказал эту квартиру, то есть это главная душевая, главная спальня, можно так мастер либо главная называть. Проход в эту душевую комнату, он через гардеробную, если мы посмотрим на флан, вот вход, остров и вход в спальню, и как раз таки из спальни проход через гардеробную в свою душевую, то есть если ты приходишь в гости, ты можешь остановиться здесь в гостиной и даже не знать, что где-то есть детская, где-то есть спальня, а тут практически отдельная квартира внутри квартиры. это душевая, этот кадр из детской душевой, этот кадр из мастер душевой. Маленькая детская комната, где уже ребенок не маленький, он уже довольно-таки взрослый, и ему только надо переночевать, он ходит в школу, какое-то маленькое место для того, чтобы можно было сделать домашнее задание, и то так перестраховаться, потому что основное домашнее задание они будут делать у себя в доме, это квартира выходного дня. И гардеробная комната, где будет одежда, постельное белье, одеяло, подушки, все вместе. И маленькая постирочная комната, где есть сушильный и стиральный шкаф, и обратите внимание на подсветку рабочей зоны. Здесь есть наверху общий свет, и также есть свет рабочей поверхности, где мы подсвечиваем правильно зону, и видим, что мы делаем на этой поверхности. Особенно это полезно, если у вас есть собака или кошка, и вы увидите всю шерсть всех животных. А можно перед тем, как мы переходим к планировке вас дурацких планировок, там уже нападали вопросы, можно тебе их закинуть или лучше подождать? Да, да. Смотри, ну по свежим следам, во-первых, еще когда ты показывала первую квартиру, которая небольшая, там еще был квартарий маленькой площади 70 квадратов, у меня 28, я понимаю, у вас у меня тоже примерно столько же. Там 40. А, вот это 70. ну просто если вы увидите много мы туда функционала добавили, насколько она плотно сделана, тут кухня, вот она вся разбита в нишу, то есть мы заходим, у нас в ниши раковина, в ниши посудомойка, в нишах духовой шкаф, тут микрошкаф, вот эти узкие шкафы под бокалы, холодильник, духовой, здесь духовой шкаф, а здесь просто варочная плита и вытяжка. в общем для такого огромного количества запросов, что бы хотелось сделать, квартира маленькая. А вопрос, это, видимо, относилось к первой квартире, которая на 40 квадратов, Шура как раз спрашивала, что там за светильник над столом. Интересно, ты тоже только хочешь? Я могу скинуть потом модель, как она называется, правильно? Ссылка на нее. Да, вот этот. Спасибо, крутой. Крутой, он еще дает ламповый свет не везде, а вот так он атмосферно и вниз и вбоку. А у него регулируется яркость освещения? Я точно в этой модели не помню, можно уточнить, но практически к любому светильнику можно поставить диммер. Очень круто. А вопрос, я не уверена, можно ли на него ответить, но все-таки, какой это стиль? Я так понимаю, что вот этот вопрос относился, наверное, скорее к второму интерьеру, поправьте мне, если это не так, но в целом можно ли как-то это описать? Или это скорее просто совокупность техатерских решений? Я просто никогда не называю конкретные проекты, что они сделаны в конкретной стилистике, потому что стили закончились довольно-таки давно, и когда давно и не в этом веке, и когда мы называем что-то в стиле фьюжн или что-то в стиле современная классика, это уже все не стили, а стилистические направления. Стили — это все-таки модерн, модернизм, барокко, и они все давно сохранились где-то там и там и остались. Сегодня, на сегодняшний день я не увидела ни одного какого-то уникального стиля, которое было разработано. На сегодняшний день я вижу только какие-то переработки, анализы и выдачу новых идей и адаптацию под новые пространства, поэтому сложно назвать, что это стиль. стилистическое направление это тоже, я бы не сказала, что какое-то конкретное, больше здесь собирательный образ и вот если вы посмотрите на эту квартиру, примерно представите, как выглядит парень, который здесь живет, молодой человек. Вот примерно так у меня проекты и строятся, что каждая квартира это некое дополнение своего заказчика и это как некое то есть он здесь будет не новым предметом, да, если сюда, допустим, посадить допустим какого-то яркого персонажа актера, то скорее всего нет, это сразу видно, что не его квартира, а здесь скорее всего какой-то довольно-таки скромный парень, который опять же, да, то, что я проговорила, он не любит готовить, он там приносит еду, то есть можно по этой квартире легко описать человека, который здесь проживает, поэтому я не люблю говорить про стили, люблю говорить про самого пользователя этого пространства, как и про коммерческие проекты, я больше люблю говорить про комьюнити этого пространства, нежели чем стили все там закончились. Это очень клевая философия, я почему-то вспоминаю, опять же, у меня не так много опыта, но в какой-то момент очень классные были концепты у 101 долматинца, этого диснеевского суперстарого, у них там очень красивые рисунки, вдруг вам интересно, можно погуглить их, найти в интернете, и они там очень прикольно подавали владельца пространства через пространство тоже, и у них это интересно, еще чисто в композиции рисунка строилась, потому что там был этот главный герой, и он такой сначала одинокий, молодой человек, с собакой, и там показано, как он играет, он же музыкант, он там играет на пианино, если я не ошибаюсь, и пространство как бы олицетворяет его очень сильно, это прямо чувствуется, и там еще чисто в композиции рисунка он сидит в каком-то чердачном помещении, и там вот так балки наклонены, что у него все композиционные линии, они тоже указывают на него, но в общем, там интересно. Вот, кстати, говоря про стили и направления, вот как раз такой был вопрос от Алены, а, например, скандинавский или лофт это направление, и вот еще Анна дополнила, или, например, джапанди, могу неправильно прочитать, но вроде правильно, это тоже стилистическое направление? Ну, если вы откроете историю архитектуры, историю дизайна, то таких стилей не существует и не существовало никогда, это все придумали сейчас, это какие-то нововведения, которые нельзя регистрировать прямо официально как некие стили. Это стилистические направления, которые мы придумали называть в быту. Что такое японский стиль, японское направление? Это как раз-таки, если посмотреть вот на этот интерьер, добавить ему еще какие-то деревянные обрешетку, ступеньку перехода квартиры от входной группы и будет тот же самый японский стиль. Япония в основном это, они же, дизайн, их дизайн родился только из-за безопасности. В основном в Японии очень много землетрясений и основная задача всех построек это сделать помещение жилое и нежилое безопасным. Из-за этого у них огромное количество натуральных материалов. Все эти материалы натуральные, они переходят в интерьер. отсюда появляется бетон, отсюда появляются живые природные материалы, такие как дерево, они очень много используют растений, они очень любят как раз таки клевое, клевый сценарий тоже с освещением. Ну, вообще, Япония, конечно, я восторгаюсь, и я как-то туда попалась, я просто ходила и плакала от того, насколько все прекрасно выглядит, насколько все качественно сделано, насколько чисто, чисто, красиво, поразительно. В случае там скандинавский стиль, то, что сейчас называют, это тоже распространенное такое бытовое название, там, что такое скандинавский стиль, это люди, которые живут в Скандинавии, это наши страны, там, Швейцария, Копенгаген, где любят как раз-таки это холодный довольно-таки климат, где любят использовать тоже натуральные материалы, теплые материалы, они не любят люстры центральные, они больше любят какие-то либо свечи, либо ламповые какие-то торшеры, и отсюда рождается вот это название скандинавский стиль, но по сути это просто так же можно назвать российский стиль, и там, не знаю, любой другой стиль, это просто подчеркнуто, как в Скандинавии классно используют, почему это у нас зашло, потому что у нас примерно похожее, то есть у нас тоже любят люди некую ламповость, свечи, какие-то торшерные там вот такие истории, поэтому мы сейчас сильно полюбили в бытовом названии скандинавский стиль, но со мной многие, скорее всего, спикеры, эксперты могут поспорить в этом направлении, но я вам точно скажу, что все стили закончились давно, по всем учебникам, по всем книгам, это точно прописано, поэтому все, что мы сейчас называем лофт, и все остальное, это все новое придуманное для того, чтобы мы понимали между собой друг друга, что мы хотим сказать, если мы там звоним подрядчику по металлу и говорим, сделайте нам, пожалуйста, стеллаж, они такие в стиле лофт, ты говоришь, да, и все друг друга понимают, то есть все говорят на одном языке. Очень клевый ответ, интересно, кстати, про Японию, у меня не было этого понимания, да, это ведь правда так, здорово, слушай, мне кажется, на данный момент как будто вопросы, все, вот, и мы можем, мы только-только досмотрели проекты, поэтому давайте сейчас прямо соберемся, там сейчас, наверное, самое интересное будет. Сейчас будет как раз-таки конкретно для чего нужна планировка, это планировка, это зонирование пространства, где ты проживаешь за заказчика будущий быт, зная, какое количество людей проживает, особенности и увлечения всех членов семьи, учитывая площадь пространства и ограничение самого застройщика. Про ограничение самого застройщика, это как раз-таки когда инженер вам не разрешает менять кухню, с санузлом или кухню со спальной комнатой и возможно вы этого не знаете, но он вам подскажет, вас направит и вот эти ограничения, они как раз-таки вас координируют в планировке и помогают вам сделать правильную планировку не только для заказчика, но и для самого ЖК. Если у вас свой отдельный коттедж, то вы можете делать все, что угодно, вести трубы как вам угодно и главное общайтесь, спрашивайте у технолога, технодзора, правильно ли вы делаете ту же самую проводку или пойдет ли правильно канализация уклон, чтобы все уходило быстро, ничего не стояло и ни в коем случае не использовать все эти насосы, которые помогают все это выкачивать, потому что это лишняя, ненужная манипуляция, которая только мешает всей работе. Я вот сейчас покажу планировку квартиры, которую мы делали для Натальи Кремчук. Квартира несколько раз менялась в своем функционале, сначала здесь должна была жить семья, потом поменяли планировку и решили, что мы ее будем сдавать полностью под сдачу и несколько раз мы меняли все зоны и в итоге у нас вышла такая новая планировка под молодую семью, где есть лишняя комната либо под кабинет, либо для детской комнаты. И квартира вышла стерильно чистая, но при этом очень уютная так как сама Наталья любит искусство, коллекционирует искусство и задача этой квартиры была как раз таки в том, что она развешивает свои работы, свою коллекцию, которую она приобрела во всей квартире и иногда ее меняет. Здесь есть такая интересная комната, это комната чтения. Я сделала металлические жалюзи, которые прокручиваются на 360 по кругу и если ты хочешь, чтобы сюда попадал дневной свет, ты открываешь жалюзи под углом и допустим здесь никого нет и свет проходит. Но если же ты хочешь зайти в эту комнату, уединиться, посидеть, почитать, либо там практиковать что-либо, ты полностью закрываешь в одну линию, у тебя получается глухая стена как дополнительная стенка, которая не пропускает никакого света абсолютно. Маленькая площадь для зала и гостиной, в которой мы расположили довольно-таки большую кухонную зону с дополнительным небольшим столом. Сейчас покажу, как это выглядит все на фотографиях. Строили постирочную, сделали коридор, который я, к сожалению, использовала, но по-другому в эти комнаты никуда не попасть. Коридорное пространство я прям пытаюсь не делать, избегать и крайне редко когда использую, но если никак без коридора не попасть в другое помещение, то его уже точно надо делать. А так коридор это максимально бесполезное пространство, которое только забирает площадь квартиры, никак не используется, кроме как попасть в другую комнату. Поэтому если у вас есть возможность избегать коридорных пространств, всегда старайтесь от них уходить. И здесь тоже если к вам приходят гости, то квартира делается на две части. Здесь полностью можно закрыться в спальне, есть своя ванна с видом на город, своя гардеробная комната, и в принципе здесь можно обитать в этой части квартиры. В этой же части квартиры мы сначала делали детскую и для детской санузел, а сейчас это комната свободного назначения, где можно под любые задачи менять и делать разный функционал. Как раз таки фотография вот этого коридора с выходом в детскую комнату. Кухонное пространство. Очень много материалов из металла, из нержавейки. Это то, как раз таки, что передает Наталью, что коллекция ее искусства, она мне разрешила оставить полностью весь бетон в квартире, который можно было оставить в чистом виде от застройщика. Все, что было уже сделано из блока, вот вы видите тоже из блока, все это мы выкрасили в белый цвет, выровняли стены. И конкретно от Натальи был запрос не делать много света, поэтому для нее был сделан другой сценарий освещения, он был минимальный, в спальне у нее вот здесь чуть-чуть видно, были два только встроенных по двум стенкам LED такие линии с рассеивателем, то есть был очень-очень мягкий свет по квартире, то есть вот вы видите справа включен свет везде в ванной комнате, он не бьет в глаза, если вы встанете ночью и пойдете в оборную или зайдете, то есть очень будет такой мягкий свет, нераздражающий. Это как раз-таки слева жалюзи, которые можно менять как удобно, стеллаж для книг и вот эта ниша, которую мы видим с этой стороны, это эта же ниша, которую мы увидим из ванной комнаты. Если посмотреть на план, эта труба канализации, и я попросила строителей обойти тонким блоком с двух сторон, а внутрь проложить шумоизоляцию, так, чтобы отсюда не было слышно и отсюда не было слышно, и поэтому получились здесь очень маленькие полки под какой-либо декор, под какие-то картины, или может быть положить туда книгу, дотянуться, почитать в ванной, а с этой стороны довольно-таки глубокие ниши, где можно хранить больше книг. Вот, здесь видно хорошо. И я стараюсь использовать все пространство и выжимать из всего все, чтобы все было в работе, поэтому я не люблю коридоры как раз-таки. Это мы познакомились с заказчицей чуть ближе случайно и попали вместе в тур на Алтае и как раз-таки она вдохновилась алтайскими пейзажами в сентябре и попросила эту стенку сделать с художницей, как мы сделали фотографию на Алтае вот этих пейзажей с красными, к маме это карликовые красные ели, в общем, интересно то, что так вышло. И при этом мы сохраняем везде текстуру самого застройщика. Ее тут много будет. Это жалюзи с другой стороны. И это фотография как раз-таки вот этой комнаты пока что без назначения, то есть она свободным назначением, можно придумать все, что угодно. И заранее продуман весь свет, то есть мы подготовили также сценарий разного освещения в этой комнате, что комфортно будет практически всем, как и в рабочем кабинете, так и в детской комнате, то есть там можно сделать и очень ярко, и мягкий свет, и там на ночь какой-то ночной, вот это тоже будет очень мягко светить. Универсальное пространство. Чем отличается, есть вопросы? Не слышу тебя. Я поняла, да, я такая уже, да, могу что-нибудь сказать, только если ты хочешь ответить, или мы можем приберечь их. Да-да-да, я не против, я не против. Ну смотри, тогда вопрос такой, как раз от Алены, Ален, спасибо большое за вопросы, уже не первый. В общем, она написала, что может она пропустила, но точно не пропустили, еще не рассказывали. А ты сама делаешь 3D-модели? Если сама, то в какой программе? Нет, я об этом не говорила, я делала раньше абсолютно все. Как начинающий дизайнер ты выходишь и умеешь пользоваться абсолютно всеми скиллами, то есть ты умеешь чертить, ты умеешь делать визуализации, ты умеешь общаться с заказчиками, ты умеешь общаться со строителями, ты делаешь проект комплектацией. Потом в процессе ты сделал так один проект, второй проект, третий проект, и ты понимаешь, что ты овладел всеми инструментами, которые помогают тебе сделать этот проект, и ты уже можешь понимать, какой процесс тебе точно нравится, в каком процессе ты точно получаешь кайф и отдавать это себе. А что прям совсем ты страдаешь и не нравится, отдавать кому-то и искать в команду человека. Это может быть дистанционный человек, это может быть человек на проекта, это может быть то есть оплата попроектная либо там зарплатная. И в какой-то момент я перестала делать сама визуализацию, потому что я не делаю того крутого и классного качества, как делают мои визуализаторы. И я страдала, и я мучилась, что у меня не получается, потому что мне стало много проектов, и у нас уже сформировалось целое бюро, и делать все одному человеку было действительно тяжело, поэтому мы распределили все на разных людей, кому что нравится. И как раз таки визуализация, это был не мой конек, потому что я переживала всегда за качество картинки, и хотела всегда сделать крутое качество картинки, но у меня на это уходило огромное количество времени. Вот это, кстати, это фотография уже готова, это не рендеры. Огромное количество времени, и у меня был 3D Max, он вылетал постоянно, я очень сильно нервничала, я сидела ночами, поднимала опять сцены, автосайф не работал. В общем, тяжеловато было конкретно для меня, я ушла больше в концепцию, я все-таки осталась в создании самой концепции, я для визуализаторов пишу полностью подробное задание, что, куда, как ставить, какой цвет, какой текстура, какое светильник, каким источником светит, теплым, холодным, отдаю все планировки, все прописываю детально, отдаю еще параллельно какие-то inspiration, картинки, что мне в результате надо получить, и работаю с визуализатором, корректирую его, он мне присылает, я вношу правки, то есть визуализатор как в команде человек. И также можно отдать и проект комплектации, также можно отдать и проект чертежей, смотря, что у меня чертежи занимают очень мало времени, поэтому часто я чертежи делаю полностью сама. Если какие-то крупные проекты, большие квартиры, вот у меня была квартира 250 квадратных метров, я даю это все чертить своим коллегам, которые мне помогают делать весь проект. А так я обожаю чертить, потому что в процессе как раз-таки планировки и вот этого всего черчения я сама контролирую все этапы стройки, и я вычерчиваю все узлы мебели, которые мне важны, чтобы подрядчики реализовали ровно так, как я начертила. И поэтому чертежка это даже так немножко меня успокаивает, мне это нравится. То есть вот концепция и черчение. комплектация мне вообще не нравится. Очень сильно, я готова ее всегда всем отдавать. У нас для этого есть классная девушка Светлана, но она сейчас уехала жить в Батуми, поэтому сейчас вместо Светланы я временно. Сил тебе в борьбе с этим. Я, если что, то мы еще приготовили если у нас есть ссылки собственно на Яну, поэтому я сейчас закинула ссылку на ее бюро. Если захотите Эмми Деханс, если захотите какие-то работы посмотреть, то то самое время. Ну, если вы на Ютубе смотрите завтрашний, то в описании все будет лежать. Еще можно все почекать. Вопрос есть, еще один. Вот, я предлагаю, ты не устал? Уже два часа мы просто в эфире? Да, я нормально, мне осталось там буквально немного рассказать про эргономику. Это не пуш тебе давай, торопись. Я просто не могу, что ты можешь, да? Вдруг тебе нужен перерыв какой-то, это нормально. Ну, вообще, Светлана еще написала. Здравствуйте, как по потолку в квартире идет провод к светильнику? Штробить ведь нельзя. Сейчас на фото проекты было. Это, видимо, да, про Наташу Клюмчу квартиру. Если уже рассказывали, просьба повторить, возможно, проблемы с интернетом. Да, мы, кстати, узнали, почему у нас сегодня проблема с трансляцией, потому что зуб упал в целом опять, ну, в России. Вот. В общем, это кошмарная штука. Да, ну, в общем, это такой вопрос про светильник. Здесь я старалась вывести проводку так, к вот этому треку, чтобы у меня проводка напрямую выходила из этого короба. На короб я ставлю светильник раз, и отсюда я в край вывожу прямой трек. То есть здесь решение, где вообще проводки никакого не видно. Здесь по потолку нет ни одного светильника. Здесь встроены вот эти LED-полоски с рассеивателями. Здесь тоже ничего нет. А вот здесь как раз таки можно присмотреться и увидеть тоненький кабель серого цвета, который идет в накладку к потолку на таких маленьких клипсах. Этот провод я купила текстильный серого цвета. Он практически сливается с потолком. Он тоненький и без гофры. Так как это все-таки пространство жилое, мы можем делать такую открытую проводку как раз таки в лоб стиле она называется. Но тут она полностью серая, текстильная, и ее практически не видно. Есть они такие крученые, есть просто как шнурки на кроссовках. Вот здесь как раз таки как шнурки на кроссовках только одно серого цвета. Классная штука, рекомендую, не видно. А розетки все здесь не видно, но розетки мы поднимали, чтобы все это было очень аккуратненько, натянутый провод такого же серого цвета, тоже из войлока, и накладная розетка. На бетоне. Штробить мы ничего не штробили, так как это действительно нельзя делать. Штробить это портить скелет самого здания, и в случае, если вы находитесь там на каких-то низких этажах и простробите какую-то важную стену, вы ослабите весь каркас самого дома. Поэтому надо либо делать усиление, обязательно это все согласовывать, потому что так могут быть проблемы. Кстати, вот это на фотографиях видно встроенное постирочная комната, постирочная ниша с сушильным и стиральным шкафом. Коротко, чем отличается планировка жилого и нежилого пространства коммерческого, это в анализе двух разных историй. В жилой площади мы анализируем проживание гостей, проживание людей и их гостей, а в коммерческом проекте мы анализируем всех, кто причастен, всех, кто посещает, всех, кто запускает этот проект, абсолютно учитываем и людей, которые взошли с улицы случайно, и людей, которые там постоянно работают, в смене работают, и это влияет на нашу планировку в том числе, что я говорила буквально недавно. Популярные ошибки в проектировании, их, конечно, огромное количество, я написала, все, что пришло мне первое в голову, это маленькие проходы между мебелью, мы часто ставим стол и можем в проекте поставить стулья так, что они будут, например, задвинуты и разместить где-то в центр комнаты или там с краю, но потом, когда придут люди, раздвинут эти стулья, то прохода никакого не будет, и я, конечно, рекомендую сразу делать квартиру так, где ты представляешь, что точно будет с выдвинутыми стулями сидеть компания из там стольких-то человек, 5-4, сколько вы предполагаете, чтобы учесть все проходы как раз-таки вокруг этого ствола или острова или рабочей зоны, это относится абсолютно ко всем проходам, и коридорные пространства в том числе, если у вас коридор, где ходят обычные люди, не лишенные каких-либо возможностей, то это коридор минимум метр, иногда можно сделать 900, но не хотелось бы 900, все-таки метр самая комфортная такая ширина, а если у вас человек с ограниченными возможностями, то обязательно надо учитывать, как проходит он там, это будет либо коляска, либо нужны какие-то дополнительные, возможно, ваш коридор чуть увеличится, и вот эти все проходы у вас уже должны быть другие размеры, поэтому уточняйте у заказчиков обязательно эти нюансы, возможно, это квартира для семьи, в которой есть такой родственник, у которого есть ограниченные возможности, и он будет приезжать часто в гости в эту квартиру, и хотелось бы тоже не сделать для него всю квартиру, но какие-то моменты учесть, чтобы там элементарно гость чувствовал себя комфортно, и, естественно, владельцы этой квартиры тоже не переживали за его пребывание в этой квартире. Размещение много бесполезного пространства, это не про ощущение воздуха, и когда есть возможность сделать много воздушного пространства, нет, много воздушного пространства это супер, я обожаю, когда много воздуха, много света, это как раз-таки, когда много бесполезного пространства, ты поставил диван, где-то далеко телевизор, а где-то еще в третьей зоне стол, и элементарно вы не можете между собой друг с другом разговаривать, потому что у вас там на километрах всего дома расставлено нелогичное какое-то зонирование. Размещение в предметах, которые постоянно бьешься, это, я говорю, о непродуманности расположения того же там стола, стула или острова, где ты не продумал вот эту всю логистику и сценарий, и ты сам элементарно можешь понять, что если ты заходишь и у тебя на входе выступает остров, скорее всего ты будешь его задевать не собой, так пакетом, а не хочется на это тратить ни эмоции, ты хочешь просто гладко все это обходить и не обращать вообще внимания на какие-то вот такие дефекты, непродуманная логистика, это как раз таки то, о чем я говорила, входная группа, где лежит обувь, куда положить ключи, куда убрать куртку, куда поставить сумку, пакет с продуктами и так далее, и вот эти маленькие вопросы, которые мы задаем сами себе, выстраивают всю эргономику нашего будущего пространства. Размеры матраса это не размеры кровати, очень часто ставят кровать в плане метр шестьдесят на два метра и оставляют там какой-то небольшой проход и в итоге приезжает кровать метр восемьдесят на два десять и проход остается маленький, поэтому не путайте никогда размер самого матраса и размер кровати, добавляйте минимум там бортики какие-то по бокам с четырех сторон и желательно, конечно, выбрать сразу конкретную кровать либо примерную кровать и поставить ее в проект. Если это, вот у меня был запрос от заказчиков поставить кровать два в ширину и два двадцать в длину, это матрас они хотели, плюс я еще добавляю бортики кровати, но это огромная кровать, а это как раз таки вот эта квартира и там был очень маленький проход и гигантская кровать, то есть тут было очень тяжело, но обязательно надо не забыть добавлять вот эти борты для прохода и проговаривать заказчикам, что проход остается маленький, и мы из-за этого чуть двигали стенку, чтобы можно было за кроватью пройти. не забывайте, что если мы делаем унитаз со скрытой инсталляцией, где мы нажимаем кнопку и у нас уходит вода, не обычные унитазы, а именно со скрытой инсталляцией, то вот эта толщина самой скрытой инсталляции, это все стенка, мы ее зашиваем, мы ее можем зашить как до высоты кнопки, а наверху сделать, допустим, какой-то стеллаж, если у вас так по дизайну запланировано, либо полностью зашить всю стенку, может быть, вам эти полки это только полисборники, вы не хотите никакой декор расставлять, тоже обязательно надо учитывать, потому что часто у начинающих дизайнеров я вижу, что они ставят унитазы, акцентируют внимание, что это унитаз со скрытой инсталляцией, а стенки нет, то есть там есть просто обычная стена от самого санузла, допустим, 12 миллиметров, а вот этого корба, который зашивается на 20 сантиметров отсутствует, а он у всего санузла. Диван, в этом любите смотреть, любите эстетично сидеть, чтобы он уже скорее про эргономию интернет не устанавливается. Да, Яна, как у тебя с интернетом? Это, я так понимаю, у нас неудачное немного время, возможно, потому что я уже посмотрела, это в целом какая-то глобальная проблема с зумом, я так понимаю, вообще у всех это не в интернет соединении проблема, это что-то зума. Ты сейчас как? Ты подвисла на последней как раз фразе про то, что красиво это не значит удобно, и там какая-то мраза была про кровать, про телевизор чуть-чуть, но возможно, да, друзья, просигнаете в чате, если что, для меня не было слышно. красиво не всегда удобно, если вы любите смотреть сериалы, если вы любите долго обалдеть на диване, то скорее всего там какой-то угловатый диван, который выглядит суперстильно, не про ваш быт, не про ваш комфорт, и вам и вашим гостям придется красиво сидеть и ждать окончания этого фильма, чтобы скорее он уже закончился и вы присели в нормальный диван. Такая эстетика, она уместна, это всегда классно, но надо не забывать, что какие потребности у человека, который там будет жить, если это квартира опять же выходного дня, или квартира только тусовок, или квартира только там, где проходят выставки, какие-то inspiration, это такая креативная квартира, да, если это квартира постоянного места проживания, то, наверное, очевидно, не хотелось бы такого кресла, в который ты вряд ли сядешь и такую же там кухню. Почему эргономика в планировке это важно? Удобство, где не надо задумываться, это то, о чем я говорила, у тебя квартира должна быть выстроена так, что ты не замечаешь никаких дискомфортных моментов, и если вы там живете в квартире, если вы заказчик, то вы можете этого даже не ощущать, вы просто будете на каком-то подсознании понимать, что что-то вам некомфортно, но вы даже не сможете проанализировать. Если вы же в сфере дизайна, интерьера и архитектуры, то вам надо анализировать и вам надо даже смотреть на то, как вы сейчас сидите, где вы сидите, удобно ли вам за этим столом, где ваши локти находятся, как у вас нагружается спина. Если вы, допустим, любите готовить или там вы шеф-повар работаете на кухне, почему у вас стол конкретной высоты? у вас стол не может быть выше метра, потому что ваши локти будут постоянно на весу и вы устанете. Если там ниже 900 миллиметров, то у вас спина будет нагружаться и у вас будет болеть спина, вы долго рабочую смену тоже не выдержите. И такие нюансы, такие удобства, на которые не хочется никогда не обращать внимания. И также это относится к здоровью ментальному и физическому. Если ты стоишь и работаешь на кухне в смене, и ты повар, и ты постоянно у тебя согнутая спина, но ты долго работать точно не сможешь. Ты либо уволишься, либо поменяешь ресторан, точно что-то захочешь изменить, но ты даже не можешь проанализировать, что, если ты не из этой сферы, и ты не понимаешь, что происходит. Это также влияет на продуктивность, на жизнь в комфорте и уют, на экономию времени и ресурсов и на сосредоточенность. Почему? Потому что все вот эти моменты, когда ты читаешь книгу и в тебя бьет источник света, ты не можешь комфортно читать книгу, ты раздражаешься на это светильник, который тебе светит в глаз, или ты работаешь за компьютером, у тебя идет отражение в экран, и ты смотришь в экран, видишь свою работу, но при этом ты видишь еще целую люстру. И все такие нюансы, они все прорабатываются как раз-таки на стадии эргономики. Эргономика это весь комфорт, который нас окружает, это относится абсолютно ко всему, освещение, это мебель, это кухонное зонирование, это входная группа, это как открываются у вас двери, то есть это все, что нас окружает. Это открытая информация в интернете, я часто пользуюсь, если что-то забываю, я могу легко открыть Google и там, не знаю, высота фартука на кухне и перепроверить себя, и есть стандарты, а есть отхождение от этих стандартов, и как раз-таки в моей работе был случай, когда кто-то из нас точно накосячил, либо это была я, либо это был заказчик, когда я сделала полностью квартиру все по нормам, заранее обсудила кухню, сделала кухню чуть выше, а раковину у заказчика сделала стандартной высоты, там 750-800 миллиметров, и когда мы уже положили испанскую плитку, которую ждали три месяца, повесили дорогие смесители встроенные из стену, поставили раковину, приходит заказчик и говорит мне, слушай, Ян, я вот что-то не пойму, почему так низко, а он высокий, это как раз таки вот эта квартира на Бауманске, где молодая семья любит говорить на итальянском, по-итальянски, любит сейчас переехал туда жить, он говорит, я не хочу умываться, чтобы я сильно наклонялся, я говорю, ну да, логично, но я вам сделала по нормам, он говорит, да, это такие нормы, ну да, вы же видели чертежи, я вам показывала, все проговариваю, и без суту проговорила, он такой, ну да, действительно, видимо, я пропустил, это косяк с двух сторон, я могла акцентировать на этом внимание и сказать, Илья, может быть, и раковину тоже поднимем выше, как и кухню, потому что мы с кухней стояли с рулеткой, я вообще рекомендую всегда ходить с рулеткой, потому что когда я проектирую особенно планировки, я везде с рулеткой заново, у меня уже не знаю сколько проектов, но я с этой рулеткой живу, все перемеряю, замеряю свои проходы, помещаю там двух-трех людей, всех обмеряю, высоты, все это меряю, то есть я всегда себя перепроверяю, и как раз таки заказчик говорит, ну, раз это я не заметил, а он, чертежи, уже подписал, ну, суперклассный заказчик, говорит, давай поменяем за мой счет, я говорю, хорошо, спасибо, меняем, и мы в перчатках этот смеситель снимали в белых, чтобы там ничего не поцарапать, плитку заменили, и случайным образом у нас был запас плитки, который мы не использовали, мы ее туда обратно ту выкинули, ту положили, ну, в общем, поменяли моему высоту, ну, это спасибо адекватности заказчику, адекватных заказчиков не так много, и я вам рекомендую на первых этапах, если вы видите, что есть какие-то звоночки, когда с заказчиками вы не находите общего какого-то коннекта, постараться, ну, то есть вы раз увидели, два увидели, три, и такие, ну, точно, наверное, не стоит дальше сотрудничать, и постарайтесь на каком-то этапе, на этапе оплаты там части вашей работы, отдать все заказчику, всю проработанную часть работы, и попрощаться, потому что это вам не принесет ни работы в портфолио, вы не сможете работать над другими проектами, очень тяжело работать с заказчиком, который у вас забирает всю энергию, вас не уважает, и я не рекомендую работать так, вы друг другу только хуже делаете, и мне тут фу-фу-фу везло с заказчиками, были, конечно, странные истории, но, слава богу, все обходится адекватно, все все понимают, я всегда всех предупреждаю, что стройка это сложно, стройка это очень много непониманий, это очень много конфликтных ситуаций, не обязательно заказчика и дизайнера, нет, заказчика и дизайнеры не должны быть едиными, потому что они вместе создают это прекрасное пространство, а может быть там конфликты между строителями, подрядчиками, строителями, дизайнерами, ну, как угодно, и хочется вот этого адекватного понимания от всего для процесса, для реализации, для финального достижения цели классной квартиры, и чтоб все жили, то спокойно они заезжали, и такие, эх, сколько мы тут наругались, ну, наконец-таки заехали, поэтому эргономика это очень важно, важно, это влияет на абсолютно все, что вас окружает вокруг, и как же связана планировка эргономика, это площадь помещения, даже если вы хотите поставить, например, остров для кухни, но ваша площадь элементарно не позволяет это, и как вы туда не ставите этот остров, у вас нет ни прохода, у вас не помещается там даже один человек, у вас там холодильник открывается, шкафчик бьется об этот остров, не позволяет площадь никак, а заказчик говорит хочу, и вам надо проговорить, объяснить, не понимает заказчик, приезжайте на объект, начертите ему на полу самый минимальный остров, который можно поставить, или поставьте коробку туда, и покажите, что, ну вот, ну нет места, ну не пройдет, даже боком здесь не получается, и вот это общение с заказчиком тоже важно объяснять, показывать на примерах, почему нет. Проходы между предметами мебели и стенами, то, что я говорила, это в первую очередь эргономика, расположение предметов, сантехники, мебели и другого, можно сделать классную ванную комнату, но когда ты лежишь в ванне, у тебя душевая аллейка лежит где-нибудь так далеко, что тебе каждый раз придется вставать, с тебя течет вода, но ты наконец-то достал эту душевую аллейку, ну в общем, какие-то смешные истории могут возникать, это тоже к части продумывания, эргономики, расположение кровати, где учтено расстояние для того, чтобы встать и садиться, ничего не задевая, это как раз таки о том, когда мы перепутали кровать с матрасом, или там подвинули стенку близко, не учли, или у нас вход в спальню, а там уже в кровати ты встаешь, лбом бьешься, все это звучит как какие-то банальные вещи, но действительно часто это не учитывают, и это может всегда вылезти как ошибка в проектировании, кстати, не бойтесь ошибок в проектировании, это нормально, в какой-то момент вы поймете отдачу, вы не робот, делать ошибки, это нормально, и кто-то точно вам подскажет, что лучше так не делать, это даже вы можете услышать от заказчика, и это нормально, там, Ян, слушай, ну если я там сюда встану, мне будет неудобно, ну действительно так, это процесс общения, и вы могли там что-то не увидеть, не переживайте, это часть работы, что-то можно не досмотреть, где-то вы увидите обратную связь от строителей, где-то вы увидите обратную связь от подрядчика, главное со всеми разговаривать, главное со всеми обсуждать, проговаривать какие-то моменты, и как раз таки мы показываем планировку заказчиков, чтобы проговорить вот этот сценарий, как он будет дальше жить, зонирование кухни, то, что я рассказывала про остров, или где мы будем хранить посуду, как мы будем наклоняться к посудомойке, как мы будем из раковины класть туда посуду, то есть это все тоже очень сильно влияет на ваш комфорт, на то, как вы будете раздражаться, если вы будете в раковине брать, нанести мокрую посуду через всю кухню и там ставить посудомойку, тоже такие важные моменты в проектировании. Мягкие зоны для просмотра телевизора или там проектора, если у вас проектор, то вы продумываете помещение так, что вы можете сделать комнату полностью темный, потому что у вас проектор и вам надо качество, классные картинки, или там если вы смотрите телевизор, то у вас не отражаются источники света, или вам не мешает солнце, как вы можете это все зашторить, чтобы вам тоже было комфортно за этим смотреть. Стандартов эргономики полно. То, что я выделила больше всего, это эргономика людей с инвалидностью, которым важно уделить внимание, она особенная, она другая. Эргономика детская, тоже абсолютно другая специфика, другая история. Тут отдельная тема, если вам нужно спроектировать детскую комнату, вы можете также открыть интернет и найти стандартную детскую эргономику, где вам расскажут, почему стульчик приставлен к обеденному столу такой высоты, почему материалы используются такие, почему делать детское кресло и шерсть из кожи алькантары это наверное неуместно. Возможно так и делают, но это непопулярные стулья. И все эти самые вопросы вы можете сами себе проговаривать, это и есть анализ, но также это открытая информация, если вы допустим засомневались или хотите подчеркнуть, или там у вас целая детская библиотека в проектировании вы разрабатываете, то тоже информация открытая, можно все найти, использовать и спроектировать. И эргономика взрослого человека это 99% того, что мы с вами видим, это то, как мы летим в самолете, это то, как мы заходим в лифт, это то, как мы поднимаемся в подъезд, это то, как мы сидим в ресторане, как мы работаем, как мы сидим в такси, то, 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 это весь наш абсолютно быт, важно подчеркнуть, почему нам некомфортно и чувствовать эти моменты. как связана планировка и эргономика, в принципе, это все тоже я уже проговорила, все то же самое, просто описано текстом, и из популярного как раз-таки это картинка из интернета, которую я нашла, можно запомнить два самых распространенных размера, высота любого обеденного или рабочего стола 750, высота стула до сидушки, то есть вот здесь 750, здесь 730 пишут, но чаще всего популярный размер это 750, а там он же может варьироваться 720, 750 и высота популярная до сидения, когда мы садимся, это 450. Это удобно знать, потому что ты примерно приходишь в салон мебельный, ты видишь визуально стол, ты точно знаешь, что он 750, либо там 740, либо там 755, какие-то маленькие тоже зависят от дизайна, но стандарт такой, который мы привыкли всегда слышать, он 750 и 450. И когда мы проектируем какие-то очень мягкие скамейки, мы тестируем эти скамейки, садимся на них, и если у нас стандартная посадка обеденного стола где-то в кафе или дома 750, то мы знаем, что пуф или там скамейка, на которую мы сядем, она опустится ниже. Поэтому, скорее всего, нам надо сделать не 450 визуально, а допустим 470. И когда мы сядем, эти два сантиметра уйдут на 450, и тогда у нас посадка будет стандартная, комфортная. Если же посадка у вас будет неправильно по эргономике, вы не будете понимать, почему вас это раздражает, что не так, вы будете просто сидеть, ёрзать и не понимать, как это так, почему у меня маленькое расстояние и коленки до стола доходят, или почему я наоборот сижу как ребенок, у меня там стол выше. Это не сильно ощущается, особенно вот эти сантиметры, когда прыгают, визуально этого не видно, но ты это на себе чувствуешь. Часто в ресторанах какие-то стулья придумывают, которые я раздражаюсь, потому что вот эти кожаные модные сейчас, когда кожаное сидение и оно уже вытянулось под большим количеством гостей, ты садишься, ты намного ниже, у тебя стол намного выше, ты пытаешься есть вот так вот. Ну, в общем, злюсь. И если проговорить про эргономику света и рабочего пространства, в случае в случае А, это тоже картинка из интернета, вы тоже это можете легко найти, эргономика света. Чем здесь плохо? Тем, что если мы располагаем люстру одну по центру и мы готовим, у нас нет никакого дополнительного освещения, мы не видим, что мы готовим. В случае, если мы делаем снизу подсветку, нам комфортно готовить, у нас есть общее освещение и у нас есть дополнительный свет. В случае, если у нас подключена только лампочка или у нас есть у люстры стеклянный какой-то абажур, то источник света, особенно если стеклянные прозрачные аниматовые, то у нас источник света уходит полностью по кругу. И тогда мы видим лампочку, которая наш глаз раздражает. Особенно в ресторанах часто ставят вот эти лампы Эдисона, которые мы, разговаривая со своим коллегой, кто с нами ужинает, обедает, мы даже этого не замечаем, что нас раздражает. Но нас раздражает источник света, и мы даже этого не чувствуем. И вот это как раз-таки эргономика, особенно эргономика в коммерческих пространствах, в ресторанном бизнесе. Это сильно просчитывается и учитывается, потому что чем комфортнее вам сидеть, тем больше вы закажете, тем больше вы оставите чек, тем ресторан заработает денег. И здесь показано правильное освещение, правильное в том смысле, что опущен светильник, нет источника света, который бьет по глазам, он подсвечивает еду, она становится более красочной, гости видят друг друга, на этом, конечно, примере вряд ли они видят через люстр друг друга, надо чуть выше поднять, но источник света не мешает. И из пожеланий это подсвечивает все технические помещения, все технические зоны, и ничего не стоит в плане денег добавить, например, под раковину LED-панель с датчиком движения, когда мы открываем фасады, у нас там все подсвечивается, и мы видим то, что у нас стоит и сзади, и спереди, и мы видим, в каком у нас состоянии коммуникации, если они открыты, и это суперудобно, это недорогая история. Кстати, по поводу вот этих протечек, есть разные датчики, которые реагируют на протечки, одна из этих называется Нептун, это если у вас протечка и вас нет дома, вам на гаджет придет оповещение, что у вас протекает труба. Суперудобная вещь, особенно если там новая ЖК только сделали ремонт, и вы очень сильно переживаете как из-за свой ремонт, так и за соседей снизу, потому что они возможно сделали ремонт еще дороже, чем купили свою квартиру, поэтому мы не хотели бы таких ситуаций. И тоже пример эргономики барной посадки. В случае, если вы сделаете посадку на высоту бара 1100, не 800, а допустим 700, вам будет стол сильно высокий, а если 900, то ваши коленки будут биться. если вы сделаете для ноги вот не здесь ступеньку, а ниже ступеньку, то вы будете постоянно ловить вот это чувство баланса и сидеть неровно, либо ногами болтать, либо постоянно приспускаться вниз. И такие тонкие штуки, когда ты построил барную стойку, не учел, что у тебя барная стойка такой высоты, а просто нашел клевые, классные какие-то барные стулья, поставил, ну и у тебя все страдают. Либо гости твои в квартире страдают, либо там в ресторане сидят и уже изнемогают, почему они хотят убежать оттуда. Например. Какие-то вопросы? Такие есть. Слушай, у меня тоже возникло, вообще Шура написала, можете скинуть потом ссылку на такие датчики про датчик. Мы записали название Нептун, я потом спрошу у Яны, если она поделится. Да, я просто друзья для Ютуба, Шура, ты наша редакторка Графа, возможно, вы подписаны на канал Графа и видите сейчас в кадре, но для вас сбоку, скорее всего, где-то сверху или снизу, не знаю, как это записывается. в общем, мы потом закинем. А еще был вопрос от Алены как раз. Это момент, когда ты говорила про эргономику и говорила про эргономику стульев и стола, и у меня тоже был такой вопрос, вот так он звучит, наверное, нужно учитывать еще рост конкретного человека, если он нестандартных параметров. А мне стало интересно, а в какой момент человек выходит из вот этих стандартных параметров, как в случае с Ильей и раковиной, которая была ему низкая. То есть, если стандартный рост, это примерно 170-180 примерно. И какая разница? Плюс сколько? 20 сантиметров, 10 сантиметров считается? Вот в плане посадки скорее всего абсолютно на любую высоту и на метр 70, и на метр 80 посадка стола обеденного и рабочего 750, а стул 450 будет комфортной, потому что мы тут на сгибе сходимся. То есть, у нас таз на низ, а спина наверх. И тут как бы это такой универсальный размер. и как подбарную зону тоже. В случае, если мы проектируем кухню и высоту рабочей поверхности, то мы заказчика приглашаем, показываем ему стандарт. Мы видим, что заказчик действительно высокий или действительно заказчик низкий. Кстати, низкий заказчик, допустим, метр 50, он тоже комфортно сядет на стул 450 и стол 750. А вот все, что связано с плоскостями работы стоя и раковины в том числе лучше, это уже не стандарт, либо мы хотим подстроиться индивидуально под этого заказчика. Мы с рулеткой подходим, отбиваем на стене линию стандарта и говорим, вот это привыкшие нормы, которые везде используют. Это в торговых центрах, во всех магазинах, во всех ресторанах, у ваших соседей, скорее всего, вот такие высоты. Вам комфортно? Заказчик посмотрит и скажет, а есть возможность сделать ниже или выше? Конечно, очень многие боятся за рамки выходить, а вдруг это неправильно, а вдруг что-то... Все можно ровно под заказчика, главное не менять спальню с кухней и разные вентиляционные выходы. А так все высоты можно регулировать под заказчика без проблем и с рулеткой отмечать вот эти линии и поднимать. У меня на самом деле какое-то ужасное бинго неправильной планировки собирается, потому что я думаю, ну, эта розетка на потолке на кухне это еще полбеды. Вот, и я так оглядываюсь примерно квартиру, не хочу, если честно, вставаться за компа и идти что-то проверять, все собралось просто все и большое количество пустого пространства и какое-то неудобное неправильное зонирование как ни к чему не втойдешь и какие-то наваленные штуки. Есть, кстати, как будто есть гипотеза, там Силан написал будет ли запись, да, будет, еще раз простите, пожалуйста, Ян, ты тоже прости, пожалуйста, сегодня ну, зум в целом пал смертью храбрых, вот, да, поэтому. Это уже спокойно, это напугало большим количеством людей. Прости, прости. В общем, такой вопрос, а есть ли такая вещь, что если зонировано неправильно, помещение быстрее захламляется из разряда или там быстрее наводится какой-то бардак, потому что неудобно ничего складывать и просто кидаешь куда попало и... Да, сто процентов. У меня даже заказчики просят отдельную банкетку для хлама. Они говорят, вот мы любим, так приходите кидать, нам нужна отдельная банкетка, и мы делаем либо пуф, либо что-то. Это тоже очень важно, это тоже продумывается, хлама должен выглядеть тоже эстетично, и для этого тоже есть отдельные зоны, и выдерживать гардеробную комнату в идеале, где сложены красивые футболки и расставлены красиво сумки, действительно сложно. И чтобы было правильное хранение, надо правильно сделать гардеробную. И чем больше мы сделаем каких-то выдвижных ящиков, куда мы просто хотим кидать вещи, чем больше... То есть мы вот сделали ящики, и тогда наш хлам, который мы просто вот так швыряем, мы можем его также швырануть в выдвижной ящик и закрыть, и у нас его не видно. Мы можем сделать плечики, штангу для плечиков на высоте нашей вытянутой руки, и тогда нам несложно будет скинуть рубашку, повесить на плечики, и высота это примерно 2-2 сток, куда мы возьмем плечико и дотянемся до этой штанги. И когда такие продуманные легкие движения, которые тебе ну точно, ну тебе 100% не ленит это сделать, и тебе несложно ногой выдвинуть нижний ящик, закинуть туда, не знаю, ту же рубашку, которая тебе просто пофиг, завтра ты ее сам погладишь, и пусть она будет мятая валяться. И когда вот такие легкие движения продуманы, тогда и гардеробная в принципе выглядит чисто. Да, там может быть что-то жамканное, но это жамканное либо спрятано, либо это жамканное как-то смотрится в принципе, да, и неплохо, висит и висит. Это тоже часть эргономики, зонирование пространства гардеробной комнаты, это отдельная тема общения меня с заказчиками, отдельная встреча, когда я прошу примерными погонными метрами померить количество их обуви, количество их коротких вещей, там допустим футболки, рубашки, количество в метрах длинных вещей, например, это платье или пойто, планируют ли они в гардеробной хранить подушки, одеяло или они хотят выделить отдельную зону, то есть это такая тоже отдельная встреча с заказчиками, где мы проговариваем их желание, их количество примерной гардероба, которой я уже распределяю, что у них где лежит, количество ящиков нижнего белья, возможно, пользуются брючницами, возможно, там галстуки хотят куда-то прятать или бижутерию, где-то там тоже она постоянно валяется везде, но если у тебя есть там выдвижной ящик, вот это просто можешь даже неаккуратно как в магазине выставлять, я пришел, кинул, и выглядит это неплохо, и оно не валяется где попало, в общем, отдельная тема эргономики гардеробной комнаты присутствует. Тут как будто бы, ты знаешь, сейчас последний коммент, Татьяна писала, что много ящиков плохо для стиля, забываешь, какие вещи у тебя есть, и сложнее составлять образы, как будто похожи еще с этой стороны, ты каждый раз что ты говоришь, что это боже, еще и с этой стороны нужно подумать, боже, еще и вот это вот, это боже, еще и... Это правда, да, поэтому выдвижные ящики чаще всего мы делаем под нижнее белье, а если это ящики с хранением обуви или с хранением футбола, то мы делаем вставки стекла, куда не попадает пыль, и где мы видим, что мы складываем. С ума сойти. Да, ну вот Татьяна написала супер. Можно еще также, вот мы как раз-таки Маргарите вот в этом трехэтажном доме мы сделали в гардеробной, помните, такие фасады стеклянные, где она видит все свои сумочки, и при включении света, при входе в гардеробную комнату у нее включаются все подсветки, то есть у нее все вещи, то есть есть один источник света центральный на потолке, также есть точечный, где она видит все свои вещи, потому что там довольно-таки мрачно, а так идет акцент на все предметы гардероба. Это уже чисто моя мысль. Похоже, еще и со светом нужно правильно подгадывать гардеробной, потому что нет этой истории, что если гардеробная какого-то определенного цвета, или там, например, желтый свет, теплый, то цвета вещей искажаются немного. Это есть, особенно если это белые вещи, правда, это присутствует, но, честно, я даже об этом задумывалась только в бутиках, а в квартирах, когда ты делаешь цветную гардеробную комнату, вот в случае с Маргаритой, она выносит все в спальню, и там есть огромное зеркало, и она смотрится в это зеркало, где все нейтральных, теплых оттенков, там видно все чисто, а в случае гардеробной, скорее всего, у нее будет рубашка зеленить, если она белая, и там у нее есть этот лиловый, фиолетовый комод с сумочками, там, скорее всего, будет публиковать, да, это присутствует. Тут ты уже идешь на такие решения. Хочешь, хочет этого закатить? Да, я вспомнила, вот, кстати, про этот фиолетовый стенд, и сейчас подумала про цвет, но, в общем, приостановится на комментариях супер от Татьяны, да, и давайте закончим все в зонировании света, очень классно. Зонирование света мы тоже проговорили в пути всей презентации, если коротко подытожить, то во всех жилых пространствах хочется сделать зонирование в несколько сценариев и продумать все рабочие поверхности, так, чтобы как раз-таки вы заходили и вам было ярко, если это необходимо, выходили, также у вас там собака, кошка, и вам тоже важно, чтобы было ярко, и вы увидели, да, все, что на вашей одежде находится. Также, если вы, ну, про жилое пространство, хочется вечером находиться дома и избавиться от этого яркого пространства, сделать тоненькое, декоративное, там, ламповое какое-то уютное освещение, которое будет как раз-таки успокаивать, которое будет приглашать, возможно, ко сну или, да, спокойно почитать с каким-то точечным направленным светом. То есть квартиры хочется всегда распределить зонирование пространства так, чтобы вы в любой момент в 12 ночи могли убрать квартиру, вдруг вам это надо, в 7 утра друзья прилетают, например, и вы включаете весь свет, вы полностью видите всю квартиру или вы не хотите видеть, или вы хотите читать, или вы хотите спокойно принять ванну, чтобы вам не светило, или вы в ванне делаете какие-то дела, где вам нужно очень много света. И вот эти сценарии разного освещения мы всегда учитываем, и я вам рекомендую тоже играться с этим освещением, наблюдайте, смотрите, особенно в разных фильмах, как раз-таки домашние какие-то интерьеры, как раз-таки где больше скандинавского стиля, они любят играть с световыми приемами, и как они используют, очень круто, обращайте внимание. В случае коммерческого света, то тут мы говорим конкретно о продукте, если у нас допустим это салон красоты, то нам надо выставить кресло на правильном расстоянии от зеркала, и если это салон красоты, где акцентное внимание на окрашивание и колористике волос, то мы делаем правильный свет на правильном расстоянии, чтобы мастер видел, чтобы мастер правильно намешивал косметику, правильно наносил косметику и видел полностью весь процесс. В случае ювелирки мы подсвечиваем бижутерию по одному принципу, Если это бриллианты, какие-то драгоценные камни, немножко иначе, чтобы они больше блестели, чтобы они больше играли и выглядели действительно дороже. В случае, если это ресторан, мы делаем акцент на еде, мы выбираем все раздражающие источники света, мы стараемся сделать комфортное пребывание каждого гостя. Они там центральную люстру повесили, а на тех забили, а свечки им поставим, пусть едят. Все пространство должно быть продумано, как и для персонала, они должны видеть, что они делают, и повара должны видеть, что они готовят, и, возможно, тепловые лампы им нужны, где они тарелки греют. Коммерческий свет под каждый проект продумывается, прорабатывается отдельно, под каждый продукт. И коротко, эта коллекция получилась большая, я думала маленькая, думала на полчаса. Коротко про использование натуральных материалов и искусственных материалов. Это все, что мы любим, все, что у нас дороже, это как раз-таки натуральные материалы. Камень, который мы используем, это все относится к натуральным шпон, это шпонированный тонкий-тонкий лист, который мы клеим на вот эту поверхность МДФ. МДФ – это не то, чтобы натуральный материал, это прессованные опилки. Но если брать случай с вот таким материалом ЛДСП, это прессованные опилки, на которые сверху накатана пленка текстуры, где на принтере просто напечатали текстуру дерева. И в этой лекции я хотела коротко рассказать о том, чтобы вы не путали, допустим, керамогранит и мрамор, где нарезают мрамор, кладут цельными кусками, и керамогранит, где, опять же, на принтере печатают рисунок этого мрамора. Или, например, используют разные композитные материалы, чтобы поставить лепнину, сделать молдинги или какие-то другие красивые предметы лепнины, но это чаще всего и дешевле всего – это композитные материалы. Также ламинированная доска – это напечатанная на принтере текстур дерева, а в случае натурального материала – это массив, где мы делаем массивную столешницу, берем это с пилу дерева. Отличия первостепенные. Цена – все, что натуральное, всегда дороже. Это экология, мы этим всем дышим. То есть если мы используем гипсовые накладки, клеим их на стену, это натуральный полностью материал. Если мы делаем композитные, то это переработка, это либо пластик, там мешает что угодно. Отсюда разные фирмы, разные коллекции, поэтому мы получаем разные варианты гипсовых панелей, розеток, всей красоты, которую с первого раза и не увидишь, что это за колонна такая с альбомом наверху, напечатанная на 3D-принтере. Основной посыл – не путайте разные материалы. Скорее всего, если вы посмотрите где-то вокруг, либо в офисе, либо в подъезде, либо в квартире, вы можете встретить вот эти ламинированные ЛДСП-панели. Это очень похожие спил склеенные стружки, они только крупнее, чем МДФ, но на них напечатана как раз такая вот эта текстура дерева. И отличие есть сверху вот эта кромка. Если вы обратите внимание, то текстура дерева идет так, а вот эта кромка идет вообще не так. И тут резиновая склейка по контуру, это сразу можно отличить. Когда вам говорят, что бывают некачественные подрядчики, и они могут видеть, что вы не разбираетесь в этом, и подать вам МДФ, например, панели, а это оказывается ЛДСП-панели, это абсолютно разные материалы, разная стоимость, естественно, это все намного дешевле. В общем, будьте внимательны. Все. Вау! Слушай, ну по сути, там еще комментарий пришел, но по сути, имеет ли смысл заменять одно другим? Ну, есть ли вариант, если, например, ну действительно уже понимаешь, что бюджет — все. Можно ли сэкономить? Насколько это вообще критично? Это зависит больше от того, что хочет заказчик, и насколько заказчик в этом компетентен. Вы можете по умолчанию, понимая, что вы в бюджет заказчика не вписываетесь, и вы ему меняете, там, допустим, какой-то шкаф из шпона на ЛДСП, не проговаривая об этом заказчику, вы можете нарваться просто на некий конфликт, потому что он знает, что это ДСП, и он скажет, «Ян, ну а почему? Почему ты со мной не обсудила? Ну я бы, может быть, добавил денег». И тут история больше про, насколько важно заказчику использовать все натуральные материалы. Часть заказчиков полностью на это забивают и говорят, «Да мне вообще все равно, какие у меня принцесса, да мне вообще все равно, из чего у меня двери, да? Хоть ламинат, хоть инженерная доска, паркет, я разницы не вижу. Вот клади мне, что хочешь». С такими заказчиками проще, чаще всего у них бюджет на реализацию ниже, и ты действительно используешь какие-то альтернативы. То есть ты можешь там из ДСП что-то построить, и окей. Мы, допустим, у Натальи построили вот этот шкаф встроенный, который не видно. Это как раз-таки ЛДСП белый, который в цвет стены практически, то он отличается по тональности, если вы заметите. Это тональность одна стены, а это тональность другая, потому что это как раз-таки ЛДСП. Ну, вот отличие у нее здесь паркетная доска, натуральный материал. Но Наталья тоже не контролировала весь этот процесс. Она полностью мне доверяла от и до, но у меня был конкретный бюджет на реализацию всей квартиры. И я не входила в этот бюджет, и я искала альтернативы замены натуральных материалов на как раз-таки какие-то варианты ЛДСП. Хотя вот этот же шкаф можно было реализовать из МДФ крашеного. Это было бы чуть чище, и дышать этим было чуть приятнее. На самом деле, с учетом того, как много мы дышим машинами, которые проезжают у нас за окном, глобально разница есть, потому что мы все-таки закрываем окна и дышим всем этим. Но так как мы жители городские, это больше влияет на какую-либо эстетику. В паркетной доске мы видим натуральный спил дерева, мы видим, как дерево живет, мы слышим его аромат. В случае, если это ламинат, мы видим, что это напечатанная текстура. И мы, скорее всего, видим повторяющиеся доски печатного материала. То есть там каждая какая-нибудь десятая или седьмая, она будет одинаковая. Это отличительная черта. Или в случае с ЛДСП, ЛДСП нельзя никак гнуть. Они только ровные поверхности. То есть мы можем сделать только прямоугольные шкафы. В случае с МДФ и шпоном или окрашиванием, мы можем делать и радиусы, и какие-то вырезы, и какие-то сложные, и вырезать на 3D фрезеровке какой-то рисунок. Какой-то орнамент, перекрашивать там в другой цвет. То есть возможности немного больше. Материалов натуральных с тем же самым камнем. Мы можем резать из камня все, что угодно. Мы можем резать из него раковины, напольное покрытие, делать какой-то арт, какую-то стенку. То есть фантазий много, насколько дизайнер все это придумает. Вариантов тысячи. В случае с керамогранитом, на котором напечатан мрамор, мы можем его только ровно положить. Если мы его начнем как-то резать или что-то с ним делать, он начнет откалываться, принт начнет откалываться. Возможно, пойдет еще какая-то трещинка. Вы просто выкинете материал, потратите деньги и расстроитесь. Вообще, там еще есть вопрос. Но вот я предлагаю, можно ли задать последние три, если не ошибаюсь. В общем, смотри. Светлана попросила поделиться компанией, которая делала поворотные планки в вашем проекте. Стена мобильная есть или нет? Есть ли такая возможность? Да, без проблем. Я потом отправлю тебе, да, ты поделишься. Это ребята из Питера. Они суперталантливые, клевые чуваки, которые как раз-таки сделали всю мебель из нержавейки, кухню, стеллажи и вот эти поворотные на 360. Сложная штука, но они сделали, добили ее. В плане реализации это одни из клевых заказчиков, потому что они берутся за все сложные проекты, которые я выдумываю и пытаются их реализовать. Только один, то, что вот я в самом начале рассказывала, мы нагенерили кучу всего в нейросетях и потом сделали разные предметы мебели из этого всего. И вот сейчас мы с подрядчиком вот этим Сергеем придумаем, как же это реализовать, потому что это как будто очень сложная штука. У нас вообще как будто каждый раз, когда мы что-то организуем, какой-то интенсив-вебинар, у нас есть какие-то запросы на списке. И, например, когда мы делали комиксы, писали, ой, комиксы скиньте вот этого автора, вот этого автора, а вот тут сейчас показывали стоп-кадр, было бы круто посмотреть. Ну, просили еще участников чата, в общем, делиться тоже, если у них есть какие-то крутые комиксы, и там собирали все какие-то интересные штуки. Вот на типографике делились универсальными шрифтами, там тренажером по кёрнингу, ну, в общем, всем связанным, любимыми студиями. Вот, как будто бы здесь можем у Яны взять, ну, вот то, что вы запрашивали. Я сейчас запомнила, записала себе про щечки Neptune, вот, и про компанию, которая делала поворотные планки. Но если у вас есть какие-то крутые, не знаю, решения, подрядчики, компании с клёвами, то тоже, если что, закидывайте в чат комменты, если вы записи смотрите. Вот, мы можем собрать тоже док и всем кошерить, в рассылке будет прикольно. Смотри, два вопроса, очень похожих, на самом деле, между собой. Еще Шура спрашивала, относится ли МДФ к натуральным материалам, я как-то понимаю, да. Спорный вопрос, потому что это опилки, склеенные под прессом. Отличие МДФ от ДСП, то что ДСП – это те же самые склеенные опилки, только более крупные, потому что там сильно не заморачиваются. И крупные опилки, на них просто наклеили текстуру с двух сторон, за кромкой закромили по периметру, и все, панель готова, там, для кухни, для шкафа, как хочешь использовать. А МДФ – это более мелкие опилки. Я бы не назвала это натуральные, прям чистые материалы, но это как помощь для чистых материалов, как раз-таки вот для этого шпона. Шпон – это тонкий-тонкий-тонкий срез дерева, которым мы можем на что-то наклеить. И чтобы нам клеить на какую-то поверхность, как раз-таки в этом выручается именно МДФ. МДФ намного чище, намного гибче, с ним можно делать разные эксперименты, его можно гнуть, можно также клеить и на фанеру. Фанера – это вообще суперчистый материал, очень экологичный, и шпон на него также можно клеить. Просто он не такой лёгкий в работе, как МДФ. Но если вспомнить старую историю дизайна, мебель имзы, когда это первые ребята, которые придумали гнуть фанеру, вот у них были как раз-таки первые вот эти эксперименты, этих всех стульев, софа, который они придумали. И вот они гнули, потому что ещё не было тогда в те времена материала, как МДФ. И это дешевле, МДФ. В общем, да, там, наверное, видишь значок. Последние два, но я бы их соединила даже в один. Смотри, во-первых, там есть, друзья, если вы хотите ещё что-то подобное написать, мы только за. В общем, добрый вечер, Дарьяна написала. Большое спасибо за такой крутой вебинар. Это тебе всё. Ты спасла вечер, несмотря на то, что падало всё, что только можно при нашей подготовке. Вот, я начинаю как практикующий дизайнер, пришла в профессию с большой любовью, но на данный момент часто испытываю трудности с техническими моментами, типа понимания строительных работ, возможностей, там, электропроводка та же, монтаж, чертежи и всё-всё-всё. Как вы сказали, стройка — это всегда трудно, и в какой-то степени это даже страх. Возможно ли вообще свои идеи реализовать, если знаний так мало? Вот, был ли у тебя такой этап? Если был, как ты его пережила? Вот, и на что бы ты посоветовала обратить внимание, чтобы как-то побыстрее можно было погрузиться, наработать скиллы? Вот, может смотреть в каких-то строительных ютубе? Ну, там, как бы такой, может быть, это шутка, или это всегда только практика, пробуя ошибки? Спасибо, спасибо за такой комментарий. Вот, ну и был ещё, как будто немного похожий. Как раз написали такой вопрос, где рекомендуете набирать опыт на смотренности? Что нравится, что нет? Понятно, что рыться в Пинтересте, но, может, ещё что-то есть? Какие-то книги, сайты с особенностями материалов для чайников? Я расскажу про свой опыт. Первый опыт. У меня шесть лет было обучение в университете, и, по-моему, на четвёртом году, когда я уже стажировалась в фабрике дизайнерской мебели и чертила, училась чертить мебель, именно разрабатывать, в какой-то момент мой босс предложил мне взять проект дизайна интерьера. И сказала, Ян, ты же на факультете дизайна интерьера, может быть, ты пробуешь? Вот у меня есть заказчик. Естественно, у меня такие глаза, как это так? Конечно, да. Я вообще ничего не умею, конечно, да. И я беру свою одногруппницу, говорю, идём, будем сейчас проектировать. Встречаемся с этим заказчиком. Ну, мне кажется, что это было везение какое-то. Мы встретились с молодым человеком, молодым, в то время ему было, наверное, лет 34. И он говорит, есть такая задача. У меня квартира в центре Ростова, пентхаус, 19-20 этаж. На 20 этаже хочу бассейн. С 19-го на 20 этажа хочу у себя внутри свой лист сделать. Я обращался к большому количеству опытных дизайнеров, но они меня не слышат. Они мне прожимают своё и говорят, что всё, что я придумываю, полный бред. Я знаю, что вы студентки, я готов с вами работать. Вы такие, конечно, да. Это были первые деньги, на которые мы поехали на неделю дизайна в Милан. И мы потом, и мы переделали несколько раз после этой поездки ещё концепцию, потому что мы ещё больше вдохновились. заказали там все бренды, которые мечтали, там и мутина плитка, и мутосветильники. В общем, там всё, что мы хотели вживую потрогать, то, о чём мы только мечтали и что мы только видели в интернете тогда, всё это мебель. Но как процесс этот происходил? Мы сказали сразу, что мы будем ходить к нашим преподавателям дипломным и у них консультироваться. И так получилось, что мы сделали полностью весь проект. Он помогал нам общаться со строителями, строители нам подсказывали, нас учили строители, мы задавали им вопросы, они говорили, что так нельзя, так неправильно. И ну это большая была удача, что так у нас вышел первый опыт. И это крутой проект, и он реализован, и он реализован один к одному. как мы сделали, это просто потрясающе. И от этого проекта уже пошла наша карьера, мы потом разошлись с моей однокрупницей в разные индустрии, я пошла дальше по интерьерам, она ушла дальше в NFT, сначала в продакт-дизайн, потом в NFT. И что страшно было, это накосячить, что-то забыть, забыть какой-нибудь подключатель, забыть поставить где-нибудь розетку, забыть там на плане показать источник света, это было все катастрофически страшно, но был адекватный заказчик, он все прекрасно понимал, он понимал, это наш первый опыт, он понимал, что риски, на которые он идет, и он доверял своим строителям, и он верил в нашу в наше нормальное, адекватное общение между этим треугольником заказчик, строитель и мы. И каким-то образом, вот так переживая, мы построили пинл-хаус 19-20 этажа, на 20 этаже бассейн с видом на город. Что я рекомендую? Я рекомендую браться за проект, найти себе некого ментора, который вам будет подсказывать, в чем-то давать некие советы, пусть это будет либо преподаватель, либо в общем то, кем вы вдохновляетесь, найдите возможно какие-то вот я не смотрю, не смотрю на YouTube по интерьерам не потому, что мне не нравится, а потому, что я не хочу где-то в чем-то повторяться и хочу эти поиски проходить сама. я когда изучаю какие-то новые внедрения, я узнаю всю информацию у самого подрядчика, кто это продает и кто знает, как это работает, про те же отделочные материалы или про какие-то новые фишки, то есть я больше смотрю Instagram, больше листаю какие-то журналы, журналы я листаю не только наши, российские, потому что у нас все крутые журналы, к сожалению, ну, один из самых крутых журналов это AD, он ушел, поэтому ищите, подписывайтесь на какие-то источники по дизайну, по интерьеру, я могу тоже скинуть ссылку, у меня весь Instagram засыпан практически на там интерьерах, на и жилых, больших домов, и гостиницы, и архитектуры, везде все беру, но это не даст вам такого опыта, это больше даст вам насмотренность, анализа и правила композиции, где вы будете на подсознании чувствовать, туда вы идете, или, возможно, это неуместно, возможно, это по композиции вылетает, насмотренность, это на самом деле 90% успеха вашего проекта, в случае практики я рекомендую не игнорировать все абсолютно пространства, в которых вы находитесь, и изучать все вокруг, почему часто в ресторанах у, по-моему, пинских, или, а, вот White Rabbit, это кто, хороший ресторан, или как он называется, почему у них часто в санузлах нет зеркал, почему зеркала находятся в общих зонах, где раковины, вот такие вопросы я часто задаю, и это есть как некий анализ, или там, почему здесь там столешница такая переходит в такую, и из-за того, что рестораны бизнес довольно-таки короткий, я обсуждаю часто это со своими заказчиками, у меня несколько ресторанов, которые мы реализовали, я задала как раз-таки этот вопрос своему заказчику, которому мы недавно сделали тайский ресторан, и он связался с владельцем этой сети ресторана, и говорит, ну, потому что мы хотим, чтобы гости и девушки знакомились, пока припудривали носик, с другими людьми, они припудривали носик в санузлах, то есть все довольно-таки логично, поэтому они делают очень эскетичные санузлы без зеркал, там, где унитаз, и где раковины делают парадно, ярко, зеркала, мягкие подсветки, свечи, какие-то аромаштуки, чтобы как раз-таки было какое-то общение, чтобы это был не просто ресторан, а еще какие-то взаимосвязи между другими гостями. Смотрите, анализируйте, обращайте внимание, ходите, там, если вы пришли на выставку, посмотрите, что за лампа там бесит, почему она светит именно так, какие у нее лепестки, почему, как они открыты, сидите в кафе, почему такой свет, нравится он вам или не нравится, сходите на какие-то, может быть, кстати, офигенное освещение в нашем метро московском, каждый раз, когда спускаюсь, это просто восхищение, насколько круто спроектирован свет, что мягкое рассеивание, нереально клевый дизайн и вообще подача, они действительно, освещение сильно отличается от самого интерьера, обратите внимание, прям кайф, расскажите потом, как вам, когда поднимите голову. Вот буквально брали билеты в Москву по ГБЕшным делам, вот, поэтому, да, в общем, мне тут Светлана написала, что ее очень интересно, как сделали бассейн, это большая ванна, мне просто, я в восторге от того, что это в центре Ростова. Как джакузи, то есть это была такая накладная большая джакузи, она выглядела, конечно, не как в каких-то европейских фильмах, где ты такой прыгаешь, бассейн, нет, ты просто садишься, но, как бы, звучит как бассейн. Валдеть. Я просто в восторге от того, что существует где-то в центре Ростова двухэтажный пентхаус с бассейном и лифтом. это очень здорово, это очень здорово, по-моему. А как решили нагрузку на перекрытие тогда с джакузи? Там, это небольшая, она как бы большая ванна, там человек, наверное, пять, бассейн, там от застройщика уже был готовый балкон большой, где мы просто делали свои дополнительные стеклянные перила, и это была ошибка сделать стеклянные перила, потому что высокий этаж, и все птицы вырезались в эти перила, и потом лежали у него на балконе. Зрелище неприятное. И вот, кстати, ничего, эти стеклянные перила на открытой площадке, либо это все надо как-то закрывать, либо надо делать металлические, там, либо как-то это все аккуратно с воздухом, в общем, точно не стеклянные. Иначе будете птицы собирать на балконе. Это ужас. Я вспомнила, у меня была такая штука на учебе в мастерской, там были гигантские окна, потому что особенности живописных мастерских в том, что там много естественного света. У нас точно такая же была история, и мы в итоге решили этот процесс тем, что мы не мыли просто эти окна, вот, чтобы птицы видели слой определенной пыли, и, ну да, это жутко, конечно, очень, как в фильмах ужас. Слушай, финально, хочу зафинальный комментарий, друзья, если хотите голосом сказать, я не спасибо, это только я, нас спасла вечер. Вот, но я тебя зачитаю, спасибо за этот разговор, он был очень вдохновляющий и полезный, до завтра. До завтра. Ну, собственно, да, да, у нас есть еще небольшое, если вам интересно, про дизайн интерьеров, то Яна как раз преподавательница нашей программы, поэтому я предлагаю Яну отпустить, но если вам интересно, узнать про профессию, то я останусь с вами вот стадливо в последние пять минут расскажу, потому что вот такая сегодня произошла история удивительная, но хорошо, что мы все-таки увиделись, если вы смотрите записи, супер, что вы посмотрели записи. Да, в общем, спасибо, очень классно, спасибо большое. В общем, Яна, все эти комментарии тебе, всю информацию по поводу завтрашней встречи мы опубликуем в Телеграме, но вкратце готовить ничего специального к этому не нужно, вот, просто подключайтесь, вот, вам все расскажем, покажем, и все объясним, как все работает. Вот, Яна, спасибо тебе. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, было, правда, суперинтересно, и вообще, очень крутая философия, вот, в общем, я думаю, что мы еще много получим комплиментов тебе. Вот, спасибо, спасибо, спасибо тебе большое. Да, все, пока-пока. Да, ой, Шура написала, ой, Шура написала. Да, в общем, друзья, кто остается? Я вам сейчас быстро расскажу, стыдливо расскажу, что у нас есть релевантная программа, вот, ну, все быстренько убывает, да, к сожалению, сегодня такая история, что у нас интердакшн вначале немного затерялся, но таки поделюсь с вами, что Яна наша преподавательница, вот, если вдруг вы хотели бы войти в сферу и как раз спрашивали, что делать начинающему дизайнеру интерьера, то, возможно, отличный повод приходить в Бэнк, и мы как раз расскажем вам все про то, как начать в профессии. В общем, посмотрите, что у нас существует, вообще-то хочется рассказать про даму, которая сегодня устала, по сети, трансляцию, вот, и вообще вначале хотелось бы сказать, что это вещь, и мы про вебинары так говорим, но по сути так, наверное, можно сказать про любую программу, что можно прийти, если у вас не было большого количества опыта, вот, как, например, Шура, наша редакторографа, я вижу ее изображение, вот, вы тоже видите его на записи, и как раз есть ее небольшой рассказ про программу, и небольшое количество работ, которые она уже делала, ее очень красивая фотография, вот, она учится, редакторка нашего направления графический дизайн, телеграм-канал, закинем ссылку в описании, вот, а еще учится дизайн интерьеров, и есть очень классные отзывы о программе, возможно, она и сама что-то скажет, но, было бы слишком, а хочешь? Я не готовилась, ну, там все написано, классно, приходи. в общем, да, легко не будет, будет интересно. Хорошее замечание, да, в общем, там есть подробный отзыв Шу, вот, что у него нет профессионального опыта, но, очень классно, что написала, что до программы считала декор, ремонт и работу своими хобби, вот, а сейчас это классный предмет творчества. В общем, надеюсь, мы еще и поделимся с ней датчиками, и будем наблюдать, в гости к ней, возможно, придем, вот, посмотрим, что у него классно получилось. В общем, еще покажу вам немного работы в целом учеников, которые сейчас есть у нас на программе, поскольку она достаточно свежая, вот, но уже есть мудборды, которые делали студенты, это как раз один из важных этапов, которые я назвучила в работе, вот, посмотрите, здесь даже подписан автор, мудборд Шуры, тоже могли видеть на ее слайде, вот, у Ксении, кстати, очень красиво по цветам, супер понравилось, вот, это все, что собирали студенты. Еще подчеркну, что у нас есть дипломы, профессиональные переподготовки, вот, которые вы тоже сможете получить, как только закончите программу, ну и, собственно, да, действительно, просто не будет, но зато мы постараемся дать вам максимум знаний. Расскажу про модули чуть-чуть попозже, вот, а сейчас напоследок закинуем ссылку в чат и анонсируем, что у нас сейчас в школе действует черная пятница, вот, и на программу по дизайну интерьеров как раз есть скидка в 55%, поэтому мы не даем промокоды сегодня, как на обычных вебинарах и интенсивах, вот, и просто намекаем вам на то, что учет прекрасная возможность, если вы присматриваетесь к каким-то программам, то сейчас хорошее время, вот, потому что дарим подарки за тем, кто придет к нам учиться в ноябре от партнерских школ, там, на самом деле, несколько курсов, если коротко, там и про моду, и про, и по монтажу, и по граф-дизайну, и там даже в англии вставаются есть, вот, если вы, как я, поклонник аниме, а еще мы разыгрываем бесплатное обучение среди трех студентов, вот, есть еще остаток ноября для того, чтобы прийти, и 1 декабря, старт программы на 19 декабря, но можно записаться на нее, как бы заранее терпеливо ждать 19 декабря, вот, в общем, в ноябре, если вдруг вы запишетесь, то есть шанс, что мы вернем вам полную стоимость обучения, уже к трем студентам вернули, это было 16 ноября, 17 ноября, простите, ну, и 1 декабря, подведем итоги в прямом эфире, с помощью рандомайзера, выберем трех человек, которым вернем стоимость, программы, это для тех людей, которые записались, вот, как раз с сегодняшнего дня, до 1 декабря, в общем, старт программы 19 декабря, все простое, мы стереться на экране, сейчас закину вам всю информацию в чатик, просто закину ссылку на программу, вот, если захотите записаться, то можно заполнить форму, вот, наши гиды по школе чудесно подхватят вас, и сориентируют, расскажут, вот, еще хочется рассказать, что, во-первых, мы на программе поможем вам установить все программы, это Photoshop, Archicad, 3ds Max и SketchUp, вот, и все про модули, можно посмотреть, их четыре, но кратко вы пройдетесь прямо по полному циклу проектирования помещения, сделайте дизайн-концепцию по реальному брифу, сделайте дизайн-концепцию чертежи двухкомнатной квартиры с тремя вариантами планировки, сделайте дизайн-концепцию и 3D-визуализацию, вот, все это разные проекты, ну, и ваш итоговый проект это работа с реальным заказчиком, с поставщиками, вот, прямо и с формированием брифа, и с дизайн-концепцией, и с чертежами, и с визуализацией 3D с несколькими вариантами планировки, в общем, все вам расскажем, в преподавателях, Яна, вы с ней успели познакомиться, вот, но еще есть очень классные Лена и Артем, вот, у них тоже огромное количество опыта, в общем, поэтому надеемся, что материал будет крутым. Собственно, это все, супер кратко вам рассказали, друзья, привет, если вы смотрите на ютубе, случился прикол внезапный сегодня с зумовской трансляцией, вот, но, надеюсь, это нам не помешает увидеться завтра, поэтому, да, встретимся, 12 человек осталось, Плана написала просьба дать запись посмотреть, да, конечно, мы все публикуем завтра в телеграм-канале, все зальем сейчас на ютуб, и напишем, собственно, вам анонс, что можно бежать, смотреть. ссылку кидаю вам в чат, спасибо вам большое, 12 человек, которые мужественно остались до победного, да, Дарьяна, до свидания, да, спасибо вам большое, в общем, надеюсь, с вами еще увидимся завтра, 19.00, постараемся выйти в эфир по стандартной схеме через Бизон, чтобы точно было удобно, все, Шура, спасибо тебе большое, что сидела с нами великая студентка-звезда курса по интерьерам, тогда всем до встречи, всем пока-пока.